Академия, в которой мы находимся, занимается переподготовкой учителей, повышением квалификации по самым разным предметам. И с февраля месяца в одной из аудиторий Академии работает выставка «Разные войны», которая является предвижной выставкой. Подготовлена она гражданским форумом ЕС-Россия и сделана международным сообществом историков, посвящена национальным учебникам истории в той их части, которая связана с историей Второй мировой войны. И здесь на выставке две части. Одна часть рассказывает о шести странах – Россия, Германия, Литва, Польша, Чехия, Италия. Соответственно, учебники этих стран здесь тоже представлены. И авторы выставки работают исключительно с текстом учебников. На постерах представлены фрагменты, цитаты, фотографии и какие-то даже металлические задания, материалы из этих учебников. Постарались авторы выделить те наиболее показательные фрагменты, которые связаны с тем, как видят войну и как передают память о войне новым поколениям соответствующих странах. Вторая часть выставки посвящена темам, самым важным, пакт Молотова-Риббентропа, депортации, жертвы войны Холокост и тому, как именно эти темы представлены в этих же самых учебниках. То есть с разных сторон авторы смотрят на один и тот же текст. На выставке мы в течение двух последних месяцев проводим тематические семинары и пытаемся более четко и более конкретно привязать его к тому, что называется региональным компонентом образования, к истории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и шире северо-запада, Прибалтики, к тому, как Вторая мировая война помнится в наших краях. У нас уже прошло несколько семинаров, посвященных и Холокосту в Ленинградской области, и блокаде, естественно. Мы говорили о депортациях немцев и финнов. И сегодня очередной семинар, который мы посвятили такой теме, вот тоже она есть на задней стене, теме памяти о войне и тому, как Вторая мировая война, у нас она более привычно называется Великой Отечественной войной. Как она отмечается сегодня? И сегодняшний семинар у нас ведут три человека. Начинает его Лена Никифорова, Центр независимых социологических исследований, которые тему свою представят самостоятельно. Мы ведем все, все время, все семинары ведем видеозаписи. Елена Женя Кулакова из Мемориала занимается этим. Один, самый первый семинар уже смонтирован и выложен на сайте Мемориала и Фонда и Офи, и даже Музей блокады обороны Ленинграда. Соответственно, этот семинар тоже будет записан. Я надеюсь, никто из заступающих против этого не возражает. И как только он будет смонтирован, мы сможем его тоже вам выслать. Пожалуйста, Елена. Да, большое спасибо. Мы сформулировали эту тему примерно месяц назад. Чем ближе была дата семинара, тем больше у меня были сомнения. Дай вопрос к формулировке темы. Я хотела изменить все в последний момент, потому что, очевидно, мой рассказ будет гораздо шире, чем просто День Победы. Мы поговорим о Дне Победы, мы поговорим о памятниках, советских памятниках за рубежом и внутри России. Мы поговорим, в частности, сегодня об Эстонии, к таком экстремальном случае, связанном с бронзовым солдатом. История, я остановлюсь на это подробнее. Мы поговорим сегодня также о российских городах. Лена и Дмитрий продолжат мой рассказ, как я, наверное, больше внимания уделю сегодня зарубежным памятникам и зарубежному празднованию Дню Победы за пределами России. Но еще скажу два слова о себе. Я очень много делала проектов в Эстонии. Это так биографически получилось. У меня жили родственники в Эстонии, я туда много ездила, будучи ребенком. Потом жизнь меня связала с Латвией, я много времени провожу сейчас в Латвии. И в Эстонии я, в частности, занималась изучением русскоязычного населения, разных связанных с ними аспектов. И, в конце концов, как-то осела, как исследователь в Нарве, приграничном городе. Делала ряд проектов по границе, территориальной границе России и Эстонии. И, собственно, мои исследования по граничу, а также исследования памяти о Второй мировой войне, вывели меня на метафору. А именно я рассматриваю память о Второй мировой войне как границу. Об этом я хочу немножко порассуждать сегодня с вами. Поскольку очевидно, что именно по памяти, по интерпретации Второй мировой войны, результатов итогов Второй мировой войны, сегодня проходит одна из самых важных, концептуальных, может быть, самая болезненная граница в современной Европе. И в странах Балтии, в Эстонии, в Латвии, где проживает большое количество русскоязычных, которые разделяют в большинстве своем памятный нарратив российский, это особенно очевидно, потому что, как мы знаем, при Балтийских государствах, в Эстонии, в Латвии, в особенности, после распала Советского Союза, советский нарратив об освобождении был замещен нарративом об оккупации. То есть есть вот эти два понятия, освобождение и оккупация, которые репрезентируют собой основную границу в интерпретации итогов Второй мировой войны на пословицком пространстве. И важно, что вот эта граница по памяти имеет материальное воплощение, поскольку она зафиксирована в материальном пространстве, через места памяти, материальные места памяти, а именно памятники, военные мемориалы, кладбища, музеи, отражающие ту или иную интерпретацию истории. Ну и вот можно представить, что эти памятники, можно их помыслить как пограничные столбы. Представьте, пожалуйста, у нас есть граница Российской Федерации, а есть сеть памятников, разбросанная по всей Европе, ну и в России, конечно. И если мы соединим эту линию, то получится такая сетевая граница памяти о Второй мировой войне, которая, что ли, информирована совершенно определенным нарративом о героическом подвиге советских солдат в годы войны. Вот. И вопрос, как она работает, да, вот, собственно, об этом мы, об этом был наш исследовательский проект, проект, о котором я схожу чуть позже. То есть, конечно, она призвана транслировать совершенно определенный нарратив, но что получается на местах, да, это вопрос уже совершенно отдельный, это вопрос исследовательский. Вот. Ну и помимо этих памятников и других памятных мест, также есть целая инфраструктура, да, есть консульские отделы, есть гражданские какие-то организации, гражданское общество, объединение соотечественников, российских граждан за рубежом, которые работают на поддержание этой памяти, ну, за рубежом, да, в данном случае я фиксируюсь, концептируюсь именно на зарубежном пространстве памяти. Вот. То есть, эта индустрия очень масштабная, но сегодня мы не будем говорить об институциях, да, а остановимся на памятниках и об их биографии, об их жизни, на их биографии, на их жизни. Вот. То есть, масштаб вообще можно представить по следующим цифрам. После окончания Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной Европы, где захоронено более миллиона солдат Советской Армии, было воздвигнуто несколько тысяч памятников советским войнам. И после распада СССР часть из них были разрушены, либо переселены в другое место. И сегодня в Европе насчитывается около четырех тысяч памятников и мемориалов советских солдат. Очень много в Венгрии, около тысячи, пятьсот, более пятисот в Польше, около шестидесяти в Чехии и Словакии. Ну, и много таких, несколько таких памятников есть на территории западноевропейских стран, в том числе и в США. Вот. Ну, и дальше про памятники, вообще про биографию, про историю памятников, можно почитать статью Михаила Габовича, нашего партнёра по исследовательскому проекту, о котором я скажу чуть позже. Есть два текста, в интернете они легко находятся, или даже три. И я вкратце изложу некоторые основные идеи, которые Миша там развивает. Да, ну, в частности, он выделяет, да, ну, он говорит о том, что первые советские памятники вообще, и для меня это было, на самом деле, тоже новостью, были возведены не на территории России, да, а они были возведены на территории Восточной Европы, в Кельваторе, от наступающей изнурённой Красной Армии. Уже в 1945 году памятники были построены на центральных площадях немецких городов, от Кёнигсберга до Берлина, в Вене и в ряде городов Польши. Да, ну, вот, например, вот, например, известный памятник, памятник героям Советской Армии в Вене, который там и поныне, да, располагается, в центре города. Он был построен в августе 1945 года. Вот вы видите, что, ну, можно вообще посмотреть, что этот памятник очень масштабный, да, это действительно такая большая колонна, да, посредине колонна, и на колонне очень много текста. Текста здесь, к сожалению, не видно, но в тексте, текст, вот, большой текст с правой стороны, это приказ Сталина об освобождении Вены, да, то есть это на русском языке тексты Сталина посреди Вены, до сих пор находится и, в общем, нормально себя чувствует, да, то есть этот памятник, он в прекрасном состоянии, и там регулярно собираются в 9 мая жители Вены. Про это тоже есть отдельная статья исследователя Татьяны Жуженко, которая работает в Вене. Статья очень интересная, ее можно тоже погуглить и найти в сети. Вот, то есть эти памятники, они обращались, они вообще были построены, да, для обращения к местному населению, и несли геополитическую нагрузку, то есть это был такой элемент, как бы тут совершенно определенное послание, да, населению, вот этих вот государств эти памятники несли. Напоминаю местным жителям очень эффективно о продолжающемся присутствии советских войск, и они неизбежно воспринимались как следствие устрашения, ну, как, собственно, их инициаторами, да, так и местным населением отчасти. И в середине 60-х годов строительство военных памятников стало повсеместным в России. После распада Советского Союза памятники зажили очень активной жизнью, да, повсеместно, особенно за рубежом. Действительно, часть памятников была снесена, перенесена, можно выделить несколько стратегий вообще взаимодействия с памятником, собственно, уничтожение, да, и таким, может быть, самым радикальным примером может служить случай с мемориалом в Кутаиси, который был взорван, да так, что осколками от этого взрыва, от памятника были убиты две двенестные женщины. Вот, но интересно также то, что в ответ на уничтожение мемориала Кутаиси в Москве на Поклонной Коре, спустя несколько лет, в начале 2000-х годов, был воздвигнут памятник, который называется «В борьбе против фашизма мы были вместе», да, то есть, как бы, такое послание тем, кто разрушает памятники, как бы, забывая о том, что это была общая победа, международная, при этом, транснациональная. Вот, ну, самым ярким примером, наверное, самым таким, что ли, больным, болезненным примером перемещения памятников на постсоветском пространстве может служить памятник бронзовому солдату в Таллине, на котором я остановлюсь подробнее, потому что я делала там исследование в 2013 году, помимо этого памятники становятся пространством, что ли, реализации, да, и тоже таким медиумом, да, текстом, который видоизменяется разного рода группами интересов, да, ну, в частности, граффити, да, либо вот такой, один из интересных примеров перекрашивания танка, это памятник советским воинам в Праге в розовый цвет, вот, с этим памятником связана такая интересная история, потому что изначально этот памятник был посвящен подвигу танкиста Гончаренко, первым вошедшего со своим экипажем в Прагу, да, танкист погиб, если я правильно помню, памятник был Т-34, и вот его установили в Праге, да, в память об этом, об этом подвиге, и как человек, да, там сам подвиг, он очень почитался в советской Чехословакии до тех пор, пока в 80-х годах не стало известно о том, что на самом деле этот памятник, это нет, ну, вернее, как, это было известно, что это не Т-34, да, но это не памятник того героя Гончаренко, это совсем другой памятник, ИС-2, и этот памятник, вернее, этот танк, среди прочих, участвовал в подавлении Пражской весны в 68-м году, да, то есть вот как бы с этим памятником связано очень много всего, очень много историй, вот, в итоге художник-концептуалист, да, Дэвид Черный перекрасил этот танк в одну прекрасную ночь в 91-м году в розовый цвет, потом танку был возвращен первоначальный цвет, потом его перекрасили снова, в итоге Вацлав Гавл, да, который тогда возглавлял, да, наверное, Чехословакию, Чехию, да, принял решение о переносе памятника из Праги в парк, в предместе Праги, где он, собственно, находится и поныне. Ну, если раскручивать историю дальше, то теперь, да, собственно, даже сам Белич Черный говорит, что совершенно не... И сам бы, и он бы не возражал против присутствия танка Т-34, да, если бы он был аутентичным танком, вспоминающим на те события, да, именно освобождение советскими солдатами Праги, то он бы не возражал против присутствия танка и в центре Праги. Ну, одним словом, у этого памятника, да, история этого памятника, очевидно, еще не закончена, продолжается и поныне. Вот. Ну, еще эффективной стратегией манипуляции с памятниками является его ренорация, да, а именно снабжение памятников какими-то табличками, да, которые меняют его смысл. Ну, или снятие каких-то элементов изначальной скульптурной композиции памятника, также, да, для коррекции смысла памятника сообразно актуальному моменту. Ну, вот, например, в 2007 году заместитель мэра чешского города Бурно собственноручно снес с памятника погибшим при освобождении города красноармейцам серп и молот, да, аргументирует это тем, что это символ коммунизма, а вовсе не армии, которой город по-прежнему благодарен, да, то есть вот за рубежом происходит такое, что ли, такая коррекция, да, разъятие вот этих вот разных компонентов советского нарратива, да, и действительно, что ли, остается благодарность там, где она не подвергается сомнению, и убирается вот этот вот коммунистический подтекст. Вот, ну и у общества вообще, у разных других, просто у простых людей тоже есть свое использование памятников, да, вокруг памятных мемориалов могут, там, не знаю, кататься скейтеры, памятники становятся местом обязательного посещения молодоженов, да, на свадебных прогулках, ну, например, мемориал в Риге, там очень большой мемориал, который вынесен за пределы центра города, но, в общем, все равно он находится достаточно в центральном месте, он очень большой, и вокруг него ежегодно прокладывают лыжный круг, да, то есть, вот таким образом памятник оказывается вписан в повседневные практики горожан. Вот, ну и памятники также, особенно в местах, где память проблематизирована, да, памятники становятся местом, что ли, консолидации какого-то группового его интереса, да, или служат триггером, да, то есть таким движущей силой для возникновения новых групп, да, новых групп и новых солидарностей. Ну, вот, например, я как раз доготовилась, была очень удивлена, узнав, что в Нарве несколько организаций, одна организация, которая занимается восстановлением и сохранением военных памятников, клуб, поисковой клуб, потом афганские ветераны и Нарвский союз ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, да, вот четыре таких организации, они создали объединение с тем, чтобы, возможно, на выборах, на местных выборах в семнадцатом году выступать как единая политическая сила, да, то есть вокруг памяти о Второй мировой войне, как мы видим, происходят самые разные процессы, да, начиная от художественных акций, да, и вот кончая формулировкой, ну, какого-то такого политического интереса и новых политических акторов на региональном уровне. Вот. Да, ну и опять-таки, процесс установки памятников, равно как и их демонтажа и переписывания, он далеко не закончен, да, очень неважное качество фотографии я вижу, ну, вот это один из недавних памятников, который тоже попался мне в сети, с таким тоже говорящим названием, в резкой крепости он установлен, и, собственно, отсюда в 2015 году взяла начало эстафета, эстафета Победы, о которой я расскажу чуть позже, которая прошла по приграничным регионам Российской Федерации, Белоруссии и России, вот. Вот, я ее коснусь в рассказе о Нарве Ивангорове. Вот. Ну, и если памятники, посмотрим, да, вот это вот тоже интересно, я не знала, оказывается, Банк России в 2016 году выпустил такую серию, да, 14, на самом деле, этих монет, города, столицы, государства, спожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. Пятирублевая монета с изображением памятников, установленных в европейских городах. Тут у меня 10, в общем, есть еще 4. Да, и если памятники можно рассматривать как такое материальное воплощение границы памяти, да, место границы вот этой памяти, которая задает ее пространственный порядок, то День Победы — это, если угодно, момент границы, да, то есть точка кристаллизации памятников и коммеморативных практик во времени. Это день, вокруг которого разворачиваются основные действия, дискуссии в сфере памяти, да, причем в разных масштабах это происходит и в разных перспективах, как на государственном уровне, так и на локальном уровне, да, и как на, скажем, официально-государственную перспективу, да, здесь оказывается актуализирована, так и перспектива семьи, да, то есть семейная память тоже как бы мобилизуется, и актуализируется в преддверии и во время этого дня, вот. Ну и, конечно, можно сказать, что, говоря о календаре, да, можно сказать, что День Победы пришелся на удачное время года, а именно на весну, да, то есть такой рассвет всего, и на протяжении всего периода празднования радость от Победы, да, усиленная еще радостью пришедшей весны, как бы она сопровождалась тем более горьким чувством скорби, да, поскольку эти люди уже этой весны не увидят, да, то есть вот как бы временной аспект здесь тоже очень важен. Но интересно еще то, что в постсоветское время, да, достаточно часто памятник Победы оказывается вблизи Пасхи, да, и тут у нас получается как бы перекрывание еще и этих контекстов, да, именно как бы православный календарь и праздников, да, и светский календарь, День Победы. Вот, например, у меня в моем народском материале тоже есть видеоролик о том, как 8 мая 2011 года местный батюшка приветствует людей, собравшихся на площади, да, и первое, что он говорит, он говорит, Христос воскресе, воистину воскресе, отвечает ему народ. Вот, поздравляю с Днем Победы, да, то есть вот как бы эти два текста, они становятся все более сплетены, да, ну, не говоря уже о том, что присутствие представителей церкви, оно воспринимается уже как норма, да, на всякого рода поминальных мероприятиях в честь Дня Победы, вот. Ну, и говоря об истории этого праздника, да, я не знаю, насколько вам она известна, но я там два слова скажу, опять же, опираясь на статью Миши Габовича, который выделяет три периода празднования Дня Победы, да, собственно, с 45-го года, когда Сталин назвал этот праздник Днем Народного Торжества. Потом, в 47-м году, в декабре, был издан указ, снимающий с этого праздника статус выходного дня, и День Победы не был выходным днем вплоть до 65-го года, то есть в течение этих 18 лет этот праздник отмечался, да, то есть не надо думать, что он совершенно не отмечался, да, но отмечался, но этот день не был выходным, он был рабочим, при этом существовали всякие разные практики празднования, да, в том числе и среди ветеранов, ну и прочих, вот. Ну, то есть, как бы, вот, есть, вот это первый период праздника, да, скажем, с 47-го года до 65-й, после 65-го года праздник День Победы снова стал выходным днем, да, и мы наблюдаем, как бы, развитие вот этой индустрии праздника, то есть роль этого праздника становится все больше, праздник обрастает разного рода ритуалами, да, вплоть до советского времени, то есть, как бы, возникают некоторые технологии, да, и техники этого праздника. Вот, в советское время мы можем сказать, что началась новая жизнь у этого праздника, да, собственно, связанная с развалом Советского Союза и с мультипликацией форм этого праздника, да, и с размножением также его смыслов. Вот. Ну, и здесь, наверное, стоит сказать несколько слов о нашем проекте, который был инициирован Михаилом Габовичем, который работает под замском форуме в Германии, ну, и мной изначально, да, в 2013 году мы задумали исследовательский проект, да, а именно проект назывался «Памятник и праздник», и в рамках этого проекта мы с очень большой группой исследователей изучали практики празднования Дня Победы в разных городах России и за рубежом. Вот. То есть это была очень большая исследовательская команда, и получился очень интересный массив данных, да, массив качественных данных, наблюдения, короткие интервью, биографии памятников мы собирали, да, потому что задумка была именно наблюдать вокруг памятников, да, как точек кристаллизации в этого праздника в пространстве. Вот. Ну и, в частности, результаты этого исследования были опубликованы в журнале «Неприкосновенный запас» в 2015 году и легко находятся в сети, а также готовятся к публикации книга в издательстве НЛО, да, с более развернутыми, с текстами, с большим корпусом этих текстов. Ну и, в частности, наше исследование показало, я так скажу в двух словах, о том, что праздник этот очень... празднование 9 мая очень разнится, да, например, у нас был случай Грозного в нашем массиве, который делал исследователь Анна Резникова, и в Грозном памятник 9... праздник 9 мая — это чисто официоз, да, там проводится Парад Победы, то есть все памятные мероприятия, они, что ли, нет для широкого круга общественности, да, и к тому же для Чечни этот памятник, что ли, этот праздник, памятник и праздник, этот праздник не является, ну, для массового, для населения, да, вот таким, что ли, интериоризированным, да, то есть он не вполне их, вот, для них гораздо большее значение имеют чеченские войны, да, то есть недавние войны, вот, и, соответственно, в Грозном памятник существует на официальном уровне, по большей части. В Минске тоже есть такой, как бы, очень сильный официальный, что ли, официальный такой крен у этого праздника, да, но при этом для Белоруссии, понятное дело, война, это глубоко прочувствованное событие, поэтому, конечно, 9 мая Белоруссия отмечается на уровне семей, вообще на всех уровнях, вот, разве что эти официальный уровень и разные другие, они оказываются разделёнными, вот. Ну, в странах Балтии, да, например, с которыми я близко знакома, празднования эти вообще выведены с официального календаря праздников, да, но при этом, значит, с 2000-х годов в некоторых городах праздники проводятся официально, да, на уровне городов, то есть это не какие-то там партизанские или гражданские инициативы, да, допустим, в той же Риге, с тех пор, как мэром Риги стал русскоязычный Нилушаков, праздник проводится просто с гигантским размахом. Я была там в 15-м году, и это, ну, это такое очень-очень масштабное действие. Очень много людей, очень много участников, сам мэр присутствует на празднике, да, а вечером праздник завершился грандиозным концертом Льва-Лещенко, да, где тоже там было полгорода. Да, ну, скажем, прямо в Риге 55% населения русскоязычные, да, Рига – это самый крупный город на Балтике, то есть там было очень-очень много людей, но интересно то, что пространственно, да, это, ну, практически никак не влияет на центр, на жизнь центра города, да, потому что этот мемориал, он вынесен, как я и сказала, за пределы центра, будучи при этом достаточно близко к нему, и в центре города, то ли, ну, он был, прямо скажем, слабо ощутим, да, ну, попадались люди с ленточками, конечно, да, с георгиевскими ленточками, но, тем не менее, до нас доносились звуки салюта, да, звуки песен, вот, но, как бы, на обычную жизнь Риги это повлияло слабо. Вот, ну, и в Нарве, да, например, о которой скажу подробно, тоже праздник отмечается с присутствием официальных лиц, да, с речами от представителей городского собрания, духовенства, вот, и это такое очень тоже массовое, массовое действие, да, при этом ни в Латвии, ни в Эстонии этот праздник, день не является выходным, так что люди приходят, в общем, те, кто могут, да, иногда, допустим, в Нарве, по-моему, это, как раз в 2011 году праздники, празднования принеслись на 8 мая, да, потому что это было воскресенье, ну, в общем, это было удобно. Ещё там это было связано с тем, что оркестр мог присутствовать, то есть там есть масса каких-то таких причин, да, которые привели к переносу праздника, и это вызвало некоторое недовольство среди гаража, в том числе. Вот. Ну, и я расскажу, наверное, про, подробно про Эстонию, да, которую я знаю лучше всего, а именно про памятник. Начну с бронзового солдата в Таллине и перейду к Нарве, и мы немножко поговорим о пограничной, о том, как живёт вот эта пограничная память в пограничном пространстве, да, то есть тут такой, как бы, граница в квадрате у нас получается в случае с Нарвой, что делает этот кейс особенно интересным для меня. Вот. То есть изначально этот памятник был открыт в 1947 году в центре города, в сквере, на площади, на полметы Несмяги, и был посвящён советским солдатам, погибшим при освобождении Таллина в 1944 году. Вот. В сквере также располагалась братская могила 13 солдат, чьи имена были высечены на плитах на стене, которая находилась за спиной. И с середины 60-х годов до 90-х годов перед памятником горел вечный огонь, да, потом вечный огонь убрали, ну и вообще вокруг памятника стали сгущаться тучи, да. И тут мы приходим в эпоху активной войны памятников, да, которая началась в начале 2000-х годов, и, в общем, началась она, можно сказать, можно её локализовать в Эстонии, да, потому что в начале 2000-х годов, по-моему, в 2004 году в местечке Лихула был возведён мемориал солдатам СС, который вызвал очень неоднозначную реакцию как в Эстонии, так и во всём мире. Потом этот мемориал сняли к неудовольствию местного сообщества эстоноязычного, да. Ну и это повлекло за собой целый ряд событий, поскольку, собственно, в Таллине вокруг бронзового солдата параллельно стали разворачиваться активные действия, да, его неоднократно оскверняли, да, как это принято говорить, обливали краской, да, вокруг него консолидировались разные интересы, да, то есть там было несколько столкновений националистически настроенных группировок русскоязычного населения, и это привело к тому, что правительство города, вернее, правительство Эстонии, Андрюс Асип, Асип тогда, приняло решение о переносе памятника, что и было сделано в ночь с 26 по 27 апреля на 27 апрель 2007 года. Вот. Захоронения, которые находились при памятнике, тоже были перенесены, то есть это, по-моему, было сделано еще раньше, и в итоге в ночь с 27 апреля перенесли, собственно, сам памятник под покровом ночи. И это вызвало огромный общественный резонанс. Более того, да, ну, конфликтующие группы крушили центр Таллина. Для Таллина это стало гигантским шоком, да, и для всей Эстонии. Тогдашние события, они повлекли за собой одну смерть, там, массу разбирательств всякого разного рода, вот. И, что ли, этот эпизод, да, он сделал явным вот эту существующую границу, проходящую по памяти, да, и вообще вот этот, как бы, непримиримый, что ли, разрыв, да, между русскоязычным, условно говоря, да, это, как бы, все условно говоря, да, и эстоноязычным или национально-этническими эстонцами сообществом, вот. Это все очень условно, да, потому что среди эстоноязычных, да, этнических эстонцев есть большое количество людей, которые солидаризируются, да, с нарративом об освобождении и среди русского населения, да, есть люди, которые совершенно неоднозначно воспринимают этот нарратив, да, то есть понятно, что мы говорим не о монолитных сообществах, да, но тем не менее, вот, как бы, произошло то, что произошло, то памятник сняли, да, не, условно говоря, не посоветовавшись населением, интересы которого он представлял, и это вызвало, ну, просто огромную волну, да, более того, на политическом уровне перенос солдата повлюк за собой серьезные экономические санкции со стороны России, которые, в общем, ударили по тому же русскоязычному населению, проживающему в Эстонии, плюс этот эпизод, перенос с памятника, повлюк за собой серию хакерских атак на серверы эстонских служб, да, эстонских государственных органов, вот, и что, как бы, позволило Эстонии говорить о кибервойне, да, на самом деле сейчас разворачивается такой новый, но уже обширный дебат о кибервойне, и вот, собственно, с переносом памятника связывает начало вот этой практики кибервойны на постсоветском пространстве. Вот, вот сколько всего, да, повлекло за собой такое действие. Вот, памятник перенесли на военное кладбище Сеселина, который находится не очень далеко от центра города, но это действительно кладбище, да, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, да, а именно с теми, ну, ограничениями, да, которые это пространство налагает на практики празднования, да, или с теми практиками коммеморации, когда, которые предполагает пространство кладбища, вот. Это очень интересно, что там происходит на этом кладбище. Вокруг памятника 9 мая вот так выглядит кладбище. Да, там очень много памятников других, да, посвященных Красной Армии, да, солдатам, погибшим в время освобождения Тайлина и вообще в боях за Эстонию. Вот, вот так это выглядит. Ну, и вот бронзовый солдат в 9 часов утра 9 мая 2013 года. Да, я там была очень рано, желая застать все мемориальные мероприятия. Обратите внимание на количество цветов около памятника, да, потом мы посмотрим, как он выглядел в середине дня. Вечером я уже туда не дошла, я была в другом месте, но, тем не менее, это все было очень, да, ну, я бы сказала, очень трогательно, да, очень трогающе все, что там происходило. Там, значит, официальная часть, она закончилась достаточно быстро. Вот вы видите представители церкви, да, ветераны, молодежь, да, вот ветераны. То есть официальная часть она была, но быстро закончилась. И началось такое, я бы сказала, любительское действие. Да, то есть мне было очень интересно посмотреть на то, как люди отмечают этот праздник в пространстве кладбища, да, то есть действительно вот это вот пребывание на кладбище задает определенный формат. Да, люди расходятся на группке, отмечаются, там, водка, закуска, да, то есть это очень похоже на такой поминальный ритуал на нормальном, да, обычном, что ли, российском кладбище. Вот. При этом там довольно мало, в принципе, официозной инфраструктуры, да, то есть в отличие от Латвии, где, ну не знаю, шашлыки, да, ну не знаю, пункты питания и много всего другого, там было довольно мало всего этого, то есть практически не было. Там были люди, ветераны, пожалуйста, реконструкторы, вернее, не реконструкторы, да, но организации, которые занимаются уходом за захоронениями и памятниками, такие, как бы, военно-патриотические, пророссийского толка, я бы сказала. Вот вы видите, сколько цветов, это тоже, это еще утро. И огромный поток людей, да, идет к этому памятнику, к кладбищу и к памятнику. Ну вот это как выглядят просто другие могилы, это военное кладбище. При этом там шли дорожные работы, то есть вход на кладбище был закрыт. В общем, нужно было очень сложно добираться через разрытые дороги, тем не менее. Это было очень массово. Интересно то, как люди себя ведут на этом кладбище, да, то, как они отмечают. Вот посмотрите, эти цветы, они совсем не растут в земле. Да, это гвоздики, которые люди воткнули в землю, цветов было огромное множество, и вот, как бы, посадка гвоздик, раскладывание гвоздик в разные композиции. Сейчас мы посмотрим, что это были за композиции. Ну вот столько цветов около памятника, да, в середине дня. Потом их стало настолько много, в общем, что их разносили по территории кладбища и делали всякие картины, да, из них. Вот, пожалуйста, молодой человек в форме, как раз один из активистов. Молодой человек рядом со мной делал зарисовку. Вот приехала такая бабушка, которая привлекла всеобщее внимание, да, и все сразу стали с ней фотографироваться. То есть, как бы, там все время возникали какие-то локусы, да, какое-то действие, причем это действие неофициальное было. То есть, либо человек какой-то появляется, да, либо кто-то начинает что-то делать, и сразу люди самоорганизуются, и, в общем, как-то они, что ли, себя занимают, да, в этом пространстве. Ну, вот такие картины мы там наблюдали со всеми памятниками, да, рядом с памятниками было очень много цветов со всеми, что там есть на кладбище. Ага. Вот, ну и дальше, да, еще параллельно мы вели наблюдение на месте памятника, где он раньше стоял, на холме Танисмяги. Там сидел мой коллега, американский географ, с которым мы давно работаем вместе при граничье. Вот, и в то время, как я носилась здесь, да, он сидел там и наблюдал место антисобытия, да, как он это назвал. И это было очень интересно, и это была совершенно оправданная стратегия, да, потому что туда тоже приходили люди, да, это такая партизанинг, такое партизанское празднование, приходили люди, приносили цветы, кто-то приходил и там скапывал Анютину глазку, да, у которой раскрашены в цвета Георгиевской ленточки, да, ну и приближенные к ним цвета. То есть там тоже что-то происходило, вот, что было очень-очень интересно. Вот, ну далее я предлагаю нам перенестись в Нарву. Не знаю, кто из вас знаком с этим местом, да, это город на границе с Россией, буквально тут два с половиной часа езды на автобусе или на машине до Нарвы. Соседний с Нарвой город, буквально город смежный, да, я бы сказала, Ивангород, Ивангород и Нарвы разделены рекой Наровой. Место известно еще великолепным ансамблем двух крепостей, да, Ивангородской и Нарвской крепостями, и вообще богатым историческим контекстом, да, там происходило очень много всего, да, поскольку, будучи при граничье, эти города приняли на себя удар всех войн в регионе, ну и в том числе и Второй мировой войне. Вот. И, ну, это просто картинка. Дети, кварцуются дети в советской Нарве, да, под портретом Сталина. Просто так, картинка. Не имеет отношения к памятникам. Вот, пожалуйста, карта Нарва Ивангород, разделена рекой Наровой. И Нарва, Нарва может считаться, собственно, сама по себе, да, весь, сам, весь город, это место памяти о Второй мировой войне. Почему это так? Потому что в 44-м году город был разрушен. Да и вообще война, конечно, очень жестоко поступила с этим городом. Начиная с 41-го года, город подвергался разрушениям, город заняли немцы уже в августе 41-го года, перед этим немецкая авиация разбомбила эшелон с боеприпасами, если я ничего не путаю. Но они, в словом, часть города серьезно пострадали уже в 41-м году. Да, там был страшный пожар, и город оказался сильно поврежден. Вот. А далее город был в руках у немцев до 44-го года, конкретно до июля 44-го года. И с марта, с зимы 44-го года по июль Красная Армия, да, пыталась взять этот город. Там шли ожесточеннейшие боли на этом направлении, которые вошли в историю, как битва за Нарвский плацдарм. Да, то есть там так Красная Армия занимала маленькие кусочки территории, да, где шли ожесточенные бои. Вот. И часть кусочков удавалось сохранить, да, часть приходилось отдать. В итоге только наступательная операция в июле 44-го года привела к успеху, да, город взяли. Но когда Красная Армия вошла в город, как гласит легенда, я полагаю, что это правда, в разрушенной Нарве было всего два живых человека, да, вообще два человека. Потому что в 41-м, в 44-м году, предвосхищая наступление Красной Армии, немцы эвакуировали все население из города, да, а впоследствии советская власть, пришедшая в город, не приветствовала, мягко говоря, возвращение старых жителей, да, в Нарву. То есть город оказался заселен новыми людьми, да, и к концу советского времени, сколько там было населения? Порядка 80 тысяч, да, то есть против, по-моему, 20 тысяч человек в довоенной Нарве, да, он сильно разросся, и он как бы стал совершенно другим городом, с другим составом населения, с другой архитектурой, да, Нарва была разрушена. Вот, и вопрос о том, как же была разрушена армия, Нарва, в советское время не обсуждался, да, потому что было принято думать, вот вы видите, да, это как раз старый город, который стоит без крыш, было принято думать, что ответственность за разрушение Нарвы лежит полностью на немецкой армии, вот, и до начала 90-х годов, да, этот дискурс был доминантным, до тех пор пока не заговорили в открытую о бомбардировках города в марте 44-го года советскими войсками, вот, то есть теперь в рамках доминантного дискурса в Эстонии, да, вина возлагается на советские бомбардировки, вот, но надо сказать, что советское правительство имело в планах восстановление старого города, да, да, совершенно разрушенного, был даже список домов, которые подлежат восстановлению, но в итоге большая часть из них была снесена в середине 50-х годов, ну, и город застраивался практически с нуля, да, несколько только домов восстановилось, были восстановлены, в том числе и Нарвский замок, которого у меня здесь нет, но тем не менее, он тоже был сильно разрушен, его открыли после реставрации только в 1986 году, настолько долго, настолько много времени потребовалось на восстановление этого замка, вот. Ну, и опять-таки в постсоветской Нарве, в советской Нарве было очень много памятников, было и есть советским солдатам, да, ну, вы можете себе представить, очень ожесточенные бои, очень много жертв, очень много памятников, на дороге, собственно, из Нарвы в Усть-Нарву, в Нарва-Есу, в курортный городок, очень много памятников, вспоминающих, форсирующие реку Нарву части, да, я немножко расскажу о, может быть, одном из них, вот, но, начиная с 90-х годов, памятный ландшафт города начал заполняться другими памятниками, да, вот, в частности, здесь мы видим памятный камень, установленный во дворе Нарвской поликлиники, вот, покрупнее текст, да, 31 января 44-го года 20 тысяч жителей Нарвы, 20 тысяч было населения в городе, да, были, их вынуждили, их вынудили покинуть, покинуть свои дома, вот английская версия говорит «for good», да, навсегда, они были вынуждены покинуть свои дома навсегда, да, в русской версии просто покинуть свои дома, как мы видим, вот, а 6 марта, как мы видим также, советская авиация уничтожила город Нарву, да, вот так вот прямо, прямо говорит этот текст, вот, это один из памятников, возникших в 90-е годы, этот памятник стоит рядом с Нарвским вокзалом в память о депортациях эстонцев в советское время, да, в 41-м и в 49-м году, поскольку Нарва была последней станцией в Эстонии по дороге в Сибирь, эстонцев в Сибирь, вот, и вокруг этих памятников тоже есть свои ритуалы, которые, надо сказать, привлекают не очень много норвитян, да, то есть я бы сказала, что этот дискурс, он остаётся дискурсом меньшинства в рамках Нарвы, вот. Ну, вот это вот два памятника, памятник Игорю Графову и памятник, по-моему, лётчикам по дороге в Усть-Нарву, это как бы примеры памятников в Нарве и в окрестностях, кроме Нарвы-Усть-Нарвы, в окрестностях, вообще на северо-востоке Эстонии очень много памятников, и ведётся активная поисковая деятельность также, да, поскольку, как вы можете себе представить, очень активные боевые действия, очень много боевой техники и всякого, и всего, да, всего военного обнаруживается просто в почве этой территории, вот. Это тоже памятник Амаму-Сис, нет, Сиселина, скажу, как он называется. Да, это памятник в Синемяе, братская могила советских воинов, погибших на Синемяйских высотах, то есть это уже после взятия Нарвы, да, там как бы шли тоже, то есть каждый, буквально каждый километр дороги по направлению к Таллину давался Красной Армии с большим трудом. Очень много народу погибло в 1944 году вообще в том районе, вот. И вы видите, что это тоже, это как бы иллюстрация того, насколько разные группы интересов оказываются причастны к этой памяти, да, это, как это сказать-то, мотоциклисты, да, как их называют? Байкеры. Байкеры, вот, это байкеры, да, это байкеры, которые принимают активное участие в восстановлении памятников, да, и в сохранении этой памяти там, то есть байкеры, поисковики, каким-то образом эти группы оказываются связаны, каким я еще не поняла, но это мой следующий, да, вопрос вообще к этому месту, вот. Вот они так активно участвуют. Ну, вот это, собственно, картинка празднования Дня Победы в Нарве в 11-м году, когда я там была, последний раз на этом празднике. Это памятные доски в честь нарвских частей, да, потому что те части, которые освобождали город, им было присвоено почетное звание нарвских. Люди идут к братской могиле, то есть это памятный ритуал, памятный ритуал, да, этого дня, он включает в себя митинг на центральной площади, как я и сказала, с участием первых лиц города. Но, если я не ошибаюсь, в 90-е годы это было как бы более сдержанно, да, отмечание, если оно... Но оно всегда было, оно не прекращалось. Но начиная с 2000-х годов как-то первые лица стали активно светиться на этом празднике, и активно оказывать активную поддержку в этих торжествах. Вот, вот люди идут, люди идут к братской могиле. Слава павшим, там не видно, слава павшим героям, да, там гласит табличка, 41-й и 45-й, и 44-й год. Вот, этот памятник, это как бы местный бронзовый солдат, да, я бы так сказала, только его судьба, она что ли... Ну, местный бронзовый солдат, в том смысле, что когда происходили вот эти перипетии с бронзовым солдатом в Таллине, местное население встало на защиту, что ли, вот этой своей стелы, да, это братская могила, при этом это тоже, ее история, она не до конца известна, да, мы не знаем, кто там покоронен и сколько, да, то есть, возможно, там похоронены военные, ну, то есть, там могут быть похоронены люди совершенно разных социальных слоев, поскольку в Нарве еще был лагерь военнопленных, да, вот, то есть, там есть разное мнение насчет того, кто там похоронен, но советские солдаты там определенно тоже есть, вот, и вокруг этого памятника тоже начали разворачиваться разного рода дебаты, да, вот, в частности, в 2005 году, когда было 60-летие Победы, партия реформ, там в Эстонии еще все сильно разделено по партийному принципу, в общем, партия реформ хотела там устроить митинг, так бы, и не дать проведеть, тем самым занять это пространство, да, и, как бы, не дать провести привычные норветянам торжества, вот, ну, после каких-то, там, некоторых переговоров все вернулось на круги своя, и праздник там был проведен, вот, это танк, да, то есть, танк тоже, такой интересный памятник, он стоит на месте переправы армии генерала Федюнинского на берегу реки Наровы, к танку было много претензий, да, танк хотели перенести, но этого не случилось, потом как-то в тысячных годах у танка перекрасили колеса в серебристый цвет, не колеса, вот эти вот, да, штуки, как их называют, диски, вот, и это тоже вызвало такую большую реакцию, но интересно, что в местной газете было опубликовано письмо норветянина, да, который говорил о том, что это, в общем, не осквернение, да, а это тюнинг, да, то бишь, как бы, адаптация памятника к современным условиям, и что хорошо, что молодежь проявляет интерес к памятнику, пусть даже в таком виде, и этот же читатель предлагал поставить рядом советским памятником фашистский танк, да, с тем, чтобы, как бы, нивелировать вот эту вот однозначность советского нарратива, да, и продемонстрировать вот эти вот, как бы, ну, пограничность памяти, да, пограничность памяти и нарратива, памятного нарратива в Нарве, потому что действительно Нарва, погибшая в войну, да, погибшая во многом, ну, в том числе и от советских бомбардировок, да, хотя на сайте города Там такой очень умеренный нарратив про это. Именно что немцы сжигали город, ну и бомбардировки тоже. Местное сообщество уравновешивает эти два нарратива и создает какой-то свой. И это очень интересно, то, что происходит там. Вот это тоже интересный памятник. То есть предложение того человека о уравновешивании советского танка немецким должно было привести к тому, чтобы наши потомки задумались о войне вообще в целом. Не о героической роли советской армии в частности, а о войне как ужасном событии в целом, которое никогда не должно повториться. И в этом смысле, конечно, проработка памяти в Нарве идет в русле с проработкой памяти в европейском ключе, когда пытаются найти какой-то примирительный нарратив и вывести рассказ о войне на язык универсальных человеческих ценностей, без возвеличивания той или иной стороны. Чтобы потомки действительно сделали какие-то универсальные, вынесли какие-то универсальные уроки из этого события. И вот перед нами немецкое кладбище, которое было восстановлено в Нарве в 2000-х годах. Его не было в советское время там, хотя все знали, что вот эта зелененькая лужайка, на которой они почему-то ничего не строили, что это место массового захоронения немецких солдат. Там очень много было могил, если посмотреть на старые фотографии, просто все в крестах это место. Это очень, конечно, сильное зрелище. Кресты были снесены в советское время и восстановлены в таком виде, в очень таком тоже, я бы сказала, сдержанной форме. Это группы крестов, на которых имена погибших в современной Нарве. То есть это не столько кладбище, сколько мемориалов. И туда, на территории Эстонии есть несколько, по-моему, два или три таких кладбища. В Тойло, неподалеку, на северо-востоке, тоже есть такое кладбище, куда свозят и, если находят, подхоранивают немецких солдат. И тоже была проведена огромная работа с местным населением, когда это кладбище восстанавливали, с местными ветеранами, которым объяснялось, что это не в плане возвеличить немецких солдат и как-то, что ли, реабилитировать фашизм, если говорить принятым сегодня языком, а напомнить, почтить память павших и напомнить о том, какой ужас несет себе война. То есть в Нарве вот этот нарратив, я не могу сказать, что он стал доминирующим, но, несомненно, он присутствует, и дискуссия на эту тему идет. Ну, это братское захоронение в Ивангороде. Про Ивангород я скажу совсем немного, Ивангород я знаю меньше. Это основной памятник, где происходят все памятные мероприятия в день 9 мая, возлагаются венки. В Ивангороде также, Ивангород пограничный город, как известно, там происходит военный парад. И в интернете есть видео о том, как это происходит. Собственно, пограничные части маршируют, за ними школьники, клуб друзей пограничников, или юные пограничники, как это так. Потом детишки, победившие в конкурсах на военную тему. То, что я видела. И вот, в частности, в 2015 году я нашла сюжет про эстафету победы. В Ивангород пришел огонь эстафеты победы, который стартовал в Бресте. Вернее, эта эстафета она стартовала в двух городах, в Бресте и в Мурманске. И этот огонь, эта эстафета прошла по пограничным заставам, по отдаленным пограничным участкам. Ну, собственно, в память о вкладе пограничников в победу в Великой Отечественной войне. То есть, если говорить о репертуаре поминальных практик, практик коммеморации, вот для меня было интересно обнаружить такую специализированную практику, которая и в специальных местах происходит. Вот. Ну и, собственно, я закончила. Я хочу передать слово своим коллегам, которые расскажут про Россию, про город. Ну, вы сами расскажете. Спасибо. Ну, я сразу скажу, что мы про всю Россию рассказывать не можете, простите. Мы, на самом деле, представим вам только немного довольно необработанных социологических материалов. Дело в том, что мы тоже пытались участвовать в этом проекте, о котором говорила Елена. И получилось у нас это совсем немного. Подожди, подожди. Получилось у нас совсем немного, но что-то получилось. Дело в том, что мы пытались применить методику наблюдения, которая была разработана вот этой исследовательской группой Михаила Габоевича, для двух случаев. Мы были в 2013 году в городе Сочи и в 2014 году в городе Брянске. Вот такие у нас были неожиданные случаи. И мы, в принципе, сейчас просто коротко, минут на 10 надеемся, да, вот, немного вам покажем фотографий в этих празднованиях 9 мая, а также немного почитаем свои заметки, да, которые мы тогда записали. Ну, начнем мы с Брянска. Да, Брянска. Военные парады организуются во всех городах-героях и городах воинской славы. Брянск получил звание города воинской славы указом президента РФ от 25 мая 2010 года. С тех пор в нем на 9 мая организуется парад. Ровно в 10 парад начался. На нем все изначально было подчинено военным. Начинается он на площади Ленина перед администрациями. Идет по улице Ленина и заканчивается на площади партизан. Военные говорят друг с другом, приветствуют, поздравляют друг друга. Все началось с песни «Война священная». Далее происходит вынос российского знамени, а также копии боевого красного знамени, которое потом перемещалось парадом. Парад принимал военный комиссар Брянской области, генерал-майор, который подъезжал каждому строю на машине и поздравлял 69-е годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Солдаты отвечали треекратным «Ура!». Народ стоял безмолвно в огороженном лентом пространстве. Очень ограниченное число видит начало парада. На площади Ленина ходят представители администрации в пиджаках в большом количестве. Здороваются друг с другом, общаются по кучкам, тусуются. И только после того, как проходят военные, силовые структуры, правительственные колонны начинают идти партии. В тот момент отцепление исчезает, и люди могут слиться с колоннами и пойти вместе с ними. Но делают они относительно немногие. Большинство тоже остается стоять по сторонам улицы, как зрители, которые стоят несколько рядов, 3-5 человек. Потом идет пара НКО, вузы, бизнес-структуры. Эта невоенная часть парада называется «Парадом поколений». Колонны шли следующим образом. Военные, участники российской акции «Память» с портретами погибших или воевавших дедов-прадедов, жителей Брянской области, на которые несли их потомки. Ну это перед бессмертным полком еще было. ВСИН, МЧС, МВД, ОМОН, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Яблоко», КПС, партия пенсионеров. Дальше идут вузы, Брянский государственный университет, очень много людей, отдельные факультеты со своими табличками. Брянская государственная инженерно-технологическая академия, сельскохозяйственная академия, Брянский филоракс, техникум и так далее. НКО, реабилитационный центр «Любовь», люди в футболках с надписью «Скажи наркотикам нет». Патриотический клуб. Для современной России нет более актуальной задачи, чем воспитание нового молодого поколения. Далее идёт бизнес. Транснефть, Банк Восточный экспресс, Трастбанк, Стрелковый клуб, Страйкбол, Варсон 32, фитнес-клубы, 4 штуки один за другим, интернет-провайдер, Домру, Вижн, Здоровая нация, создать свое будущее. Кажется, какие-то средства для здоровья и красоты идут одни женщины. Торек, Стальные двери, Ростелеком, городской такси, которые в том числе несут палокат с портретом Сталина. Завершает колонны Общероссийский народный фронт. Трансляция с площади партизан, где заханчивается парад, началась уже с момента ухода первых колонн с площади Ленина. Поэтому люди слушали трансляцию на всем промежутке улицы Ленина. Вне зависимости от того места, где они стояли, слушали трансляцию с места прибытия колонн. Это не объяснялось, поэтому было странно, что они говорили о приходе колонны в СИН, когда с площади Ленина только выходили партии. Сначала трансляция передавала мужским голосом комментарии о том, какие колонны вступают на площадь, почему службы важны и какие они герои. Иногда в промежутке читали стихи. Было сообщение о телеграмме губернатора от Путина, который поздравляет и желает всего хорошего вам и всем жителям Брянской области. Также говорят о том, что поздравительные телеграммы поступили от руководителей федеральных министерств и ведомств, от депутатов Госдумы и Федерального собрания, руководителей областей и краев Российской Федерации. Иногда, включая музыку и песни, было одно сообщение от Советского информбюро о безоговорочной капитуляции Германии. Только этот момент был особенно трогательным. Закончилось все на площади Партизан, куда военные и силовые структуры выстроились организованно на специально выделенном участке. Пространство было маркировано газоном, который обычно отделяет проезжую часть и пешеходную. На пешеходной зоне, ближе всего к кафедре, за которой говорили спикеры, стояли военные и силовые структуры, а на проезжей части обычные люди. Они приходили и просто толпились. На площади в итоге уже совсем не было места, когда подходила еще довольно большая часть колонны, банки и фитнес-центры. Люди подходили, и колонны просто рассеивались. Они стояли группами, просто толпой. Говорили немного, в основном молчали, слушали речи. Многие флаги были свернуты и просто исчезли. Вероятно, многие люди стали расходиться. Оцеплений не было, все могли прийти и уйти как хотели. Координации тоже в какой-то момент стало очень мало. Между тем, в какой-то момент на площади трансляция закончилась. Хотя многие люди еще только подходили, начались речи. Выступил губернатор, председатель областной думы, еще какие-то политики, фронтовик, митрополит. По окончании речи была объявлена минута молчания. Потом выступил танцевальный детский ансамбль, который танцевал под пупури современных песен о России. Митинг официально был закрыт гимном в 11.36. Под конец выпустили белых голубей, военные ушли из строя. Тут все еще идут. Потом дали возможность возложить цветы к памятнику воинам и вечному огню. Объявлялся следующий порядок. Возлагали цветы губернатор, представитель областной думы, митрополит, глава городской администрации, глава города, городской думы, сайт ветеранов, потом просто люди. Торжественности было мало, проникновенной музыки не было. Все как-то происходило одновременно с объявлениями и чем-то еще. Тюльпаны, гвоздики, сирень и даже одуванчики. Мест для покупки цветов было очень мало, только двух бабушек видела. Хотя у одной было так много цветов, что они были до конца. Возможно, еще подвозили за это время. Венков было только несколько от каких-то организаций, но очень слабо. Как-то они были подписаны, никаких бюджетных организаций. Некоторые венки не были подписаны вообще. Потом по трансляции были сделаны объявления о дальнейшей программе. Ветераны пригласили на традиционный солдатский привал, остальные пригласили на такие мероприятия. 12.20 концерт Украинского музея, гуляние в парках, с 19 гуляние на площадях. Затем на площади начал летать самолет, выполнять разные трюки, около 20-30 минут. Его полеты и трюки комментировал ведущий трансляции, которая обеспечила звук для всех ведущих спикеров во время мероприятия. Динамики маленького старенького грузовичка. Так, ну, наверное, все. Ну, там еще комментарии, кажется, читаем. Там большие комментарии, чтобы про шашлыки можно... Да, про шашлыки, да, есть. Чуть дальше пикник и еда были организованы для всех. Пироги, блины, продукты. Но больше всего шашлыки. Очень много шашлыков, наверное, около 20 точек. На них жарятся шашлыки тут же, а также есть хлеб, лимон, лимонады, пирожки и так далее. После 12 часов народной гулянии вдоль улицы Ленина около 6 точек развлекаловым, караоке с военными песнями, русско-народная музыка, песни, пляски, кружок для конкурсов, в котором участвовали дети, танцевальные выступления детей, песни и танцы народов мира, музыка эстрадного оркестра, пара людей танцуют, соревнования для подростков, музыка и так далее. Еще дальше у входа в парк выставка продажи машин старых и современных. На машинах можно было сделать тест-драйв или посидеть, профотографироваться. На самом деле у нас здесь возникла такая интересная гипотеза, когда мы смотрели на все это и разговаривали с людьми, у нас возникла гипотеза о том, что это празднование очень похоже на празднование 1 мая раньше. И мы спрашивали у разных людей, праздновали ли они 1 мая, как они, насколько они сами приходят или их попросили прийти сейчас на 9 мая. И было интересно то, что в основном люди говорили о том, что 1 мая они никуда не ходят, хотя раньше ходили, а на 9 мая ходят с удовольствием и, собственно, по своей воле. И, в общем, к этому они привыкли, и это такой праздник традиционный. То есть было такое ощущение, что вначале он задан вот таким официозом, сначала это военный, но потом, в принципе, людям разрешается. И потом часть человеческая очень даже хорошо развита. Хотя очень много программ, в которой участвуют люди, она, собственно, организована уже сверху. То есть они просто ходят уже по точкам. Это, на самом деле, интересно, если мы действительно сравниваем, вот сравниваем с городом Сочи, где ощущения были немножко другие. Это всё ещё порядок. То есть, так или иначе, город, ну вот мы были с 6 утра, смотрели, да, примерно 7 вечера, вот, город буквально показывал сам себя, вот такой вот смотр сил, то, что вот мы говорили о военных, от партий, от всевозможного бизнеса, вот, до уже, после парада, это буквально там с часу дня до 7 вечера, это и молодёжь, и вся можно и спортивные кружки, и всё, что вот есть в городе, они вышли на такие вот показательные выступления. Вот, но, собственно говоря, в нашем проекте было очень много различных городов, вот, не только российских, вот, но город Сочи, он тоже очень показательный. Мы вам также кратко покажем вот это вот небольшое слайд-шоу, и тоже наши наблюдения, мы там уже смотрели с 9 утра, примерно до 4 часов дня, и это разительно другой совершенно кейс. Ну да, понятно, что город Сочи, 13-й год, это до Олимпиады, да, она действительно там звучала, город готовится ещё к Олимпиаде, но при этом город Сочи не является никаким городом воинской славы, то есть он, в принципе, для вот этих событий является самым таким простым обычным городом. Да, при этом празднование проходит вокруг двух памятников, да, вот первый из этих памятников – это комплекс «Воимя жизни», это центр событий здесь на Стелле, непосредственно перед которой на площади выступали ведущие. Люди сначала стояли перед Стеллой, затем по команде стали выкладывать венки. То есть вот это 9 утра, да, в 9.01 ведущий читает стихи, приглашает к выступлениям. Выступающий глава города Сочи, женщина-ветеран, санитарка, минута молчания, гимн Российской Федерации. 9.13, 9.28 – возложение венков и цветов. Венки с объявлениями, цветы нет. Венок – глава города Сочи от имени администрации. Венок – председатель городского собрания города Сочи от имени депутатов. Потом все остальные с цветами. Медики в белых халатах, коллективы больниц медицинского колледжа. Цитата от студентки колледжа. Да, мы студентки еще, и это традиция для врачей. И мы поэтому тоже ходим. Сначала как студенты, потом как врачи будем ходить. Так заведено, что врачи всегда участвуют. Потом простые жители, группы людей, коллективы рабочие, неидентифицируемые. Школьники 8-12 лет организованы от школы с учителями. Они пришли всем классом. В том числе школьники с сине-зелеными галстуками. Говорят, они пионеры. Родители с детьми. Только один флаг был в процессе – Союз пенсионеров России. Еще два одинаковых флага появились у небольшой группы, которая быстро сфотографировалась на фоне, свернула флаги и поторопилась удалиться. Флаги оказали Сочинского государственного университета. Сначала поток мягко организован. Есть один распорядитель по центру, пускает группы справа и слева. Обычные граждане могут при этом попасть в любой поток, присоединиться со стороны, вписаться в толпу и так далее. Все проходит на фоне музыки фронтовых лет. Не пафосный, но простой. Мы будем вспоминать, давай закурим товарищ, вспоминать своих офицеров России. Это действительно там заняло около часа с небольшим. И дальше практически весь город стал переходить на другой мемориал. Сейчас мы как раз переходим. Да, второй мемориал оказался более живым. Называется завоксальный мемориальный комплекс «Мемориал». Там начались уже мероприятия в 10 часов после этого. До 10 люди собираются внизу. Из динамики детские голоса зачитывают имена погибших героев. Звание, фамилию, имя, отчество, год рождения, год смерти. Каждый школьник по одному имени и длится это долго. Дальше построение происходит внизу в качестве самоорганизации. Группы перемешиваются. Любой может пройти в толпу. Группы как таковые исчезают. Никто людей не регулирует. Все просто стоят и ждут. Затем идут наверх по лестнице. Все знают, что надо подняться по лестнице. Никто ничего не спрашивает о логистике. Только школьники иногда друг друга толкают. Взрослые почти не разговаривают в толпе, так как не знают друг друга. Только иногда вспыхивает кто-то, что кто-то толкает или пытается пройти через толпу. В принципе, это возможно, так как толпа не очень плотная. Возмущение вызывает только группость. Фраза «ну вот, детей нагнали». Между тем, становится все жарче, так как солнце накаляется. В толпе, однако, даже прохладнее, так как солнце не попадает. Некоторые школы с табличками, но большинство без них никак не идентифицированы. Но при этом дети говорят, у нас весь класс тут. Большинство детей – белый верх, черный низ. Но не строго. Учителей не всегда узнать. Они не сильно контролируют или вообще не контролируют детей. Некоторые школьники с фотографиями ветеранов, которые они держат на уровне живота, показывали наружу. Цитаты «не знаю, кто это, эта классная руководительница дала, это ее родственник, наверное». Также те же два синих флага Сочинского государственного университета на этот раз гордо. С фотографией делегации около 15 человек, преподавателей-студенты. Где-то впереди старый флаг какой-то дивизии. Мелькает кепкой ЛДПР. Ветераны пока просто сидят на лавочках. Где-то играет дед с гармошкой, около него танцуют женщины. 10.00. Начало церемонии. Торжественная музыка. Начало медленного подъема по лестнице. Первая группа с венками. За ними поднимаются остальными. Но очень медленно. Остальная толпа стоит в ожидании. 10.08. Музыка прекращается. Торжественный голос объявляет возложение венка главы города Сочи. Возложение венка главой городского собрания от имени депутатов. Проходят ветераны. Движение снизу началось 10.13 во время речей. Речи внизу не слышно, но желающие смогут пройти наверх по зеленой траве или стоять сбоку. Никто не привятствует движением. Люди по желанию возлагают свои цветы просто на могильных плитах на склоне. Речь мэра, затем представителей городского собрания, ветерана и представителей общественной организации детей погибших, защитников Отечества, Великой Отечественной войны, сердца обожженной войны. Стихотворение, минута молчания, выстрел, гимн, выстрел. Во время гимна солдаты дают честь, стоят на вытяжку. Музыка, песня, родина. Дети считают стихи, выпускаются белые голуби. Речь. Пояснение того, что был проект фото из семейного архива. Здесь вот это фото из семейного архива, это тоже бессмертный полк в будущем. То есть здесь тоже они рассказывали о том, что это была инициатива администрации это сделать. И эти портреты там как-то выставлялись. Вот. Ну, всё, да. Следующее событие происходит днём в парке Ривьера. Вот здесь. Музыка военных лет из динамика, столы для ветеранов по всей главной аллее, намечающиеся концерты. Заявленные в 13 концерт мы не нашли. Зелёный театр был закрыт, там шла подготовка к чему-то более поздно. Вот. Приключение. А что ещё? А, что вот. Ну, ты не включил. Ну. Ну, собственно говоря, да. Дальше весь город переместился в парк, где очень много кафе. Они выставили свои столики с бесплатным угощением для ветеранов. И вечером был концерт. Ну, сейчас уже по второму разу началось, да. Вечером был концерт на одной из площадей, на которой, ну, собственно говоря, было, наверное, около 20 артистов, которые выступали последовательно. Но публике там было тоже человек 20. Потому что, представим себе, солнце, жара, вот, начало просто вот этой вот мобилизации. И дети, и, собственно говоря, сами участники этих событий, они просыпались около 8-7 утра. Вот, и, наверное, около 5 часов город уже вымер. Вот, но ощущение было действительно контрастное в сравнении с Брянском, потому что Сочи, это, собственно говоря, был как город, ну, военный курорт, можно так вот сказать. Ну, нет, ну, это мы не изучали, да, то есть мы действительно, как бы, ограничились вот этим наблюдением. Но, что касается наблюдения, то даже если здесь мы сравниваем, то здесь в Сочи было гораздо меньше официоза, да, то есть были только речи, официальные венки и, в принципе, всё. А в остальном люди, да, приходили сами и как-то вот мероприятий организованных было гораздо меньше. Но при этом ощущения почему-то были гораздо сильнее. Вот, от этой музыки, от того, что это не было организовано, но люди шли и шли и шли, да, от того, что они там продолжали оставаться, я как-то перестала это читать уже, да, мне показалось слишком много, но, в принципе, они продолжали там оставаться, довольно долго уже делали такие пикники, там была полевая кухня, да, и вот было такое ощущение, как будто бы более человеческое, да. Вот, ну, на самом деле, возможно, что это просто такие примеры, которые во многих городах существуют, да, где, наверное, вот этот, как сказать, уровень официоза, наверное, будет разным, да, в разных городах, но вот это человеческое измерение, да, насколько оно сильно зависит от этого уровня официоза или нет, непонятно до конца, но вот на наших двух случаях было такое ощущение, что чем-нибудь меньше, тем больше человеческого, да. Вот, ну, наверное, за всё, что мы хотели показать. Спасибо большое, да, Елена, Елена и Дмитрий. Я бы хотела, чтобы вы пока не уходили никуда, Елена, может, вы тоже как-то сюда развернётесь. Давайте попробуем пообсуждать какие-то вопросы, комментарии, прошу вас. Если несложно, представляйтесь. Да, конечно, Анна Скандарова, снижающий государственный университет. У меня два вопроса, наверное, в первой линии, а в вторую, в второй линии, Дмитрия. Я помню, что в Берлине был некоторое время, наверное, можно сказать, скандал по поводу празднования в Трепто в парке, что это празднование на костях. На самом деле там было празднование не 9 мая, и не в той части парка, но, насколько я понимаю, вот здесь тоже было видно на картинках, что люди, где, в общем-то, участвуют скорее в празднике, мы можем в этом прочитать, помимо, про декорацию, как мы говорили, но не было ли обсуждений, связанных именно с тем, что вот это мемориал, на котором нельзя что-то делать. То есть есть ли дискурс, чего можно, чего нельзя делать? Вот, наверное, как надо сформулировать. Ну, вы знаете, что касается военного кладбища в Таллине, если о нём идёт речь, то, я говорю, было совершенно очевидно влияние этого места, данный репертуар поминальных практик. То есть там не было песен и плясок, там не было еды, то есть это была атмосфера не праздника, это была именно атмосфера, сдержанная атмосфера, очень интимная, я бы сказала. Вот всё это пространство, оно было действительно интимным. Люди собирались по кучкам, то есть я была одна, я не смогла найти себя в этом, поскольку я там никого не знала, я могла чуть-чуть поговорить с рядом стоящими, с молодым человеком, который делает этот набросок, карандашный. Но при этом у меня было ощущение, что это очень интимное, семейное что ли, действие, такое внутри общинное, что ли, в чём-то. И я знаю, потом я узнала, что мой знакомый, Таллинский, он туда ходит регулярно, тоже своей семьёй, своей компанией, то есть для него это совершенно маст, да, то есть вот они всегда ходят, и это очень важное для него мероприятие. То есть, да, определённо, кладбище налагало свои ограничения, да, но при этом это всё было всё предельно корректно, на мой взгляд. Вот если говорить о сакральном, да, и профанном, и вообще сакральное и профанное, да, это очень такая, что ли, тонкая грань, да, между этим, во всём, что касается памятника, памяти, вот, но тут это было всё как-то очень деликатно и сдержанно, да. Спасибо большое. Вопрос про Брянскую Сочи, он может тоже, просто мне кажется, что в вашем рассказе про Нарву это звучало, что из того, что даже, я помню ещё со школьных уроков, у Брянской есть своя история войны, у Сочи есть своя история войны, и мне очень интересно, звучит ли вот этот место, то есть в Петербурге мы всё празднуем всё равно блокаду, но всё равно память, она всё равно привязана именно к блокаде, так и есть. Есть ли что-то в этих девятых, отмечениях 9 мая, своё брянское и своё сочинское, не в практике, а в том, что в объектах или в предмете, что поминают именно партизаны, или леса, или что-то морское в Сочи. Ну вот то, что мы сегодня пытались показать, эти разные случаи. Брянск, грубо говоря, он себя позиционирует как город, где есть коммеморация войны, и плюс ещё там на первом плане военные дивизии, которые базируются. Нынешние военные дивизии, да, да. В Сочи же, собственно говоря, во время войны это был особый статус, то есть это была такая вот лечебница, да. И на первом плане вот то, что мы увидели, не только военные, не только память, но в первую очередь начинается с людей в белых халатах, которые много, и это очень сильно, вот, очевидно. Но, собственно, военная история этих мест, она на праздники не звучит, или она какие-то там есть, отсылки, ассоциации, или нет? Я бы сказал, что скорее нет. Мы не очень сильно заметили. Единственное, что вот в Брянске тогда звучало довольно сильно, но это, возможно, что везде звучало, это был 2014 год, да, в разговорах и везде очень много говорили об Украине, да. Возможно, тогда говорили об Украине везде, но там, поскольку это граница, да, это совсем близко, там очень много было отсылок к Украине. И вот того, что даже когда был вот этот парад и показывали вот этот парад, или там самолет летал, что-то такое, то есть они все время говорили, вот мы там покажем, да, и так далее. В речах звучало, что вот в Украине начали там пересматривать историю, вот что из этого вышло, и так далее. То есть вот очень много было вот этого. в Украине, это не ходит по данному по танке брянских партизан. вот этот партизан мы не заметили, Вот это было бы было. А кроме, я просто уточню ваш вопрос, да, вот кроме тех мест, про которые вы рассказали, там есть, наверное, в Брянске наверняка какие-то военные памятники, связанные с войной. Они как-то включены в празднование 9 мая? Наверняка они включены, но мы не успели все посмотреть. Да, там есть тоже курган, и, ну, собственно говоря, рассказывали нам местные жители, что и 8-го, и 9-го туда люди приезжают, но это немножко далеко от города, от такого скорейшие, как мы поняли, может быть, ошибаемся, но нечто вроде молодежного пикника, вот, действительно, пикника в лесу. На кургане, на могиле. У нас есть такой постскриптум. 11 мая мы были на кургане, где у памятника героям-защитникам Родины 68-го года всем революции, войны, не было ни одного цветка. Зато они были перед Стеллой с двуглавым орлом, стоящим ближе к дороге перед курганом. Она была установлена в 2010 году в честь указа президента Российской Федерации Медведева от 25 марта 2010 года о присвоении городу звания города воинской славы. Перед ней были и цветы, и два венка от благодарных потомков и от центрального отделения партии «Единая Россия». То есть памятник указу более открытым цветами, чем, собственно, могилу славы. Спасибо. Еще вопросы? Борис? Борис Сараманов, Европейский университет. Вот хотелось бы всем троим задать вопрос про диалог как раз памяти. Елена, вы начали говорить про Нарву, что там вы увидели как раз этот диалог. И я вот хотел бы задать вопрос про памятники как твердую память и какие-то тексты, которые, условно говоря, художественные, мягкая память. Такая терминология, Эдкинт использует. Вот насколько вы считаете вообще возможно через памятник именно говорить о диалоге? Ведь вот этот памятник, сам памятник, как медиа, он достаточно ригиден, да, и не может представить вот разные альтернативные нарративы как раз о группах, которые участвовали в событии. Даже вот то, что вы показывали, то, что происходит в Эстонии, да, то есть там, условно говоря, локальное место памяти, он говорит, советским воинам, и вот этот памятник именно советского воина, там, освободителя или там другие, и там немецкое кладбище. И вот на этом месте мы только говорим там, он говорит, про немцев, вот, которые пали здесь. Насколько вот через именно памятник можно, на ваш взгляд, вот этот вот создать вот это вот диалогичное пространство, как раз примирение, да, к которому мы вот так все стремимся. Ну, я начну, да, мне кажется, что памятник, несомненно, диалогичен, да, в том смысле, будучи при этом ригидным, да, как вы сказали. То есть он диалогичен в исторической перспективе, да, если мы посмотрим, каким он был, да, и каким он остался, да, то тут, несомненно, это результат, ну, какой-то коммуникации, что ли, да, то, что с ним произошло, вот, не всегда позитивный, да, я бы сказала, зачастую конфликтный, но тем не менее, да, вокруг вот этого процесса трансформации, смысла памятника, или его облика, да, уже накручена масса каких-то смыслов и дискуссий, вот. В случае Нарвы диалог, да, или я бы сказала, коммуникация, да, я не знаю, ну, скорее коммуникация всё же я использовала бы слово, да, и создание какого-то, каких-то новых смыслов у нарвского меморискейпа, у нарвского пространства памяти в целом. В общем, эта коммуникация обеспечивается за счёт присутствия разных нарративов в одном пространстве, да, то есть понятно, что вступают в коммуникацию советские памятники и новые памятники эстонского времени, вот, да, волей-неволей они вступают в коммуникацию, да, или у местных жителей возникает какая-то, какая-то рефлексия на этот счёт, да, когда мы начинали исследование в Нарве, там, 2005 год, наверное, я помню, кто-то сказал, вообще город стал похож на кладбище, поскольку появились вот эти вот памятные камни, да, которые повествуют о неприглядных, что ли, страницах, да, советской истории, о депортациях, да, то есть город, город стал таким, как бы, мрачным в этом смысле, будучи, в принципе, что ли, репрезентацией, манифестацией советского социалистического проекта, да, поскольку Нарва была выстроена как такой советский город, в советское время, был дебат о восстановлении Нарвы, да, вот на пепелище, что ли, новые люди, нарские электростанции, да, то есть там была очень такая мощная промышленность, гримгольская мануфактура, историческая, но при этом получившая такое мощное развитие в советское время, то есть там был такой очень яркий социалистический советский нарратив, вот, очень такой позитивный, и тут в город приходит вот эта негативная память, да, и пересматривается вообще все, что происходило с городом после 44-го года, вот, ну, это я уже ушла в дебри, да, диалога, да, да, конечно. Вы сейчас говорите именно как исследователь, вы знаете историю, предысторию, как изменялись эти нарративы, вот я, посетитель, пришел вот к этому памяти, вот кроме вот этого нарратива, условно говоря, да, о 20 тысячах депортированных или там согнанных эстонцев с этого места, у меня больше нету возможности, да, вот какой-то, посмотреть другой нарратив, альтернативный, да, то есть, вот сам, сам памятник, сам как медиа, да, он так вот именно существует, что он действительно, это кристаллизация, очень жесткий нарратив, да, который, вот как бы презентует нам только одну сторону, и в этом плане, то есть, возможно, для диалога, вообще, на самом деле, памятники, не очень хорошая медиа, именно для диалога, и презентации, примирения этих нарративов, скорее нам нужно какие-то другие тексты, другие медиа использовать для этого, для этого диалога, то есть, вот, может быть, другие есть какие-то еще примеры, когда именно в рамках, вот, одного памятника, вот, существовали, условно говоря, память о, условно говоря, преступниках и жертвах, да, или какой-то, как-то они по-другому начинали называться, вот, в этом едином, условно говоря, паре. Я два слова скажу, да, в случае Нарвы, например, если вы не знаете историю места, но знаете эстонский, английский и русский языки, да, вы можете, и опять-таки у вас есть какая-то критическая оптика, и желание вообще вникнуть в предмет, то, читая надписи, вы можете задаться вопросом, да, что происходит, потому что эти надписи, они не идентичны, да, или там, допустим, танк, который я показывала, я не сказала, но у него есть старая табличка около танка советского времени и новая табличка, да, и если мы сличим даже на русском языке эти таблички, эти две надписи, то мы тоже, мы уже увидим, куда дрейфует, да, памятный нарратив этого места, да, вот как раз от советского героизма к универсализму, да, что ли, к этой идее об универсальности, ну, об ужасе происходящего, да, и об универсальных ценностях, там, свободы и мира, вот, то есть, вот, я понимаю, о чём вы, да, о том, что памятник, как бы, вот он, да, у него мало текста на нём, но вот на эстонских памятниках встречаются тексты, да, и даже по одной строчечке можно сделать какие-то выводы, да, оставили свои дома, либо оставили навсегда свои дома, да, в общем, есть такая какая-то, есть разница в этих нарративах, да, всё, я, да, Дмитрий, так, вы хотели бы, ну, да, я просто, вот, Борис, хотел бы просто привести пример, может, по которому вы спрашиваете, мы сегодня не рассказывали все случаи, которые были изучены, но наиболее, конечно, индивидуальный, обязательный случай, это Берлин, вот, 8 мая, памятник Алёше, вот, и, собственно говоря, там очень много самоорганизации, вот, там, если показаться, вот, на День Победы, да, 8, там, иногда 9 мая, в Берлине, ты как раз увидишь, каким образом, ну, вот эти вот мемориалы, которые в обычное время, это парки, там, молодежь, скейтборды, можно везде, всюду лазить, то есть, вроде бы там, снята в обычное время, вот эта вот вся память, да, это зоны отдыха, да, зоны памяти, вот, и они вдруг, да, наполняются людьми, вот, и это, может быть, самый такой вот, действительно показательный пример, когда он включается, вот, в День Победы, потом выключается, вот, и, ну, наполняется совершенно, ну, разными, разными людьми, сам памятник, как бы, он статичен, и он, как бы, условно говоря, вот это вот различие, да, вот этих групп, оно включается только, условно говоря, в момент коммеморации, да, но, сам по себе, медиа, оно статично, мы не видим, то есть, сама структура, его архаично, да, и связана была, была, условно говоря, с, ну, вот именно с универсализацией, с монументализацией, да, вот с античных времен, мы знаем вот эти, да, то есть, это память царей, там, память, условно говоря, героям, да, ставится, то есть, ну, условно говоря, довольно жесткая, такая черта подводится под прошлым и устанавливается такой вот гвоздь, условно, вбивается, да, вот здесь ставится, стоит памятник, все, дальше, как бы, мы помним, вот, а речь идет вот об этой мягкой памяти, да, вот, которая, вот, возможно, она каким-то образом такая мягкая, да, текучая, возможно, переливается, переходит друг в друга, и вот здесь, вот на этой, именно на этом пространстве, и, возможно, вот этот вот диалог, там, условно говоря, об эстонгсах, которые там воевали, один брат воевал в Афан-СС, а другой воевал в Красной Армии, а третий там был зеленым партизаном, да, и вот как между ними этот диалог, вот между ними через памятник, гипотеза, да, что он не очень возможен, а значит, какие-то другие мидии возможны, да. Можно я тут тоже скажу, да, потому что, допустим, даже Нарва дарит нам попытки, попытки создать идеологичные памятники, да, вот в частности, вот это предложение поставить рядом советским танком немецкий, да, нереализуемо, но тем не менее, то есть это будет памятник границы памяти, понимаете, это очень интересная идея, на самом деле, придумать что-нибудь такое, да, чтобы транслировало не национальный нарратив, да, или там, а именно локальный нарратив, рассмотренный со всех сторон. В той же Нарве, например, я видела макет памятника, посвященного событиям уже северной войны, да, поскольку, как известно, при Нарве было две крупные битвы, первую битву, Пётр Первый проиграл, Карлу Двенадцатому, а вторую выиграл, вот, в 1704 году, если я не ошибаюсь, или третьем, да, четвертым, вот, и я видела сама макет памятника, примеряющего, да, вот эти, как бы, эти враждующие стороны, Пётр Первый, Карл Двенадцатый, стоят, разговаривают, держась рукой за меч, да, воткнуты между ними, то есть это еще один пример такого памятника, сгенерированный, собственно, нарвским контекстом, вот, я не знаю, примеров существующих памятников, такого рода, но в принципе, то, о чем вы говорите, да, если есть запросы местного населения, а в Нарве он определенно есть, по крайней мере, в каких-то средах, да, то может быть, когда-то такой памятник возможен, и это интересно, да, действительно, я согласна с вами о статичности, и действительно, если мы подумаем о том, кто и зачем создают эти памятники, да, да, то они, как бы, все укладываются в одно русло, но если его создает общественность, да, которая хочет применить конфликтующие дискурсы, то это может быть какое-то новое слово в памятникостроении, понимаете? А есть такие примеры, как раз вот очень хочется понять, все примеры фактически, которые вы приводили сегодня, это, ну, совершенно советские, да, такие, советский канон, и он воздвигнут, понятно, по приказу там начальства, вышестоящего, это официальный текст, который вот так-то или иначе транслируется, а есть ли примеры неофициальных, современных, общественных памятников, вот что, собственно, хочет общество-то вспоминать сегодня, 9 мая, не хваталось вам таких случаев? Ну, мне приходят на ум только примеры памятников, опять-таки, подвигу советских солдат, которые устанавливаются диаспорой, скажем, в Израиле, да, или в Америке. Есть памятники современные, да, которые устанавливаются вот именно по, как бы, по велению сердца, что ли, да, но, что касается таких примирительных памятников, о которых мы говорим с Борисом, я так навскидку не могу ничего сказать. Здесь еще, знаете, какой аспект, даже примирение, это один вопрос, а второй вопрос, вот, например, если посмотреть эту выставку, вот там у нас в разделе память есть стенд, который показывает примеры того, как в российских учебниках истории предоставляется память о войне, и там обращено внимание на то, что фактически все, и вы это сегодня очень ярко продемонстрировали, это все памятники почти всегда неизвестным солдатам. Это обобщенный некоторый образ, Алеша, солдат, защитник и так далее. В России, да, в России и на территории бывшего советского влияния, советские, бывшие социалистические государства. Но если мы посмотрим, например, вот там фотография ярко видна, памятник в Лидице, чешской деревне, где изображены все дети этой деревни, уничтоженные фашистами, да, и здесь абсолютно другой подход, да, это такие вот конкретные лица, конкретные люди возникают. И есть такое ощущение, что вот эта безумная популярность акции «Бессмертный полк», она связана именно с тем, что в современной России обществу очень требуется и очень важно вот эта личная связка, которой вот в Брянске нет, может быть, уже теперь как-то оно и по-другому появляется, да, вот личных таких памятников вы тоже не встречали и не знаете, да? Пожалуй, нет. Ну, хотя тот же бронзовый солдат, да, он был сделан с какого-то конкретного человека. Ну, это есть такая легенда, да. Есть такая легенда, да, 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 да. Обобщенный, все равно это обобщенный, обобщенный. Да, не конкретному солдату, а вообще обобщенный. Извините, пожалуйста, можно я слово предоставлю? На секундочку по поводу вот этих встреч нарративов. Я вот, может быть, видел вот такой вот памятник, в котором эта проблема была разрешена. это территория Карелии, бывшая территория Финляндии, километров 250 от Питера. Это могилы красноармейцев, которые забоевывали незаконно, собственно, Карелию, тут же недалеко Фины. И стоят примерно в два человеческих роста две женщины «Я встречу друг друга». И вот они как-то вот друг друга как-то вот не обнимают, но вот как-то они вот прикасаются друг к другу. Это символ, это памятник, который был поставлен уже наше вот где-то в 90-е годы. Это совет, это русская мать и финская мать. «Примиряются женщины», несомненно, да? Да, или фильм «Кукушка», известный, где, собственно, такое та же идея. Спасибо. Ещё вопросы, комментарии. У вас был вопрос, да? Прошу вас. Нет, у меня был тоже пример, пример памятника в одном из немецких из Восточной Германии городов, по-моему, в Магдебурге. Есть памятник, который был создан после Первой мировой войны. Соответственно, мать, отец и, по-моему, кто-то из них ослепший. У тех, кто потерял близких в Первой мировой, это немецкий памятник, созданный немецким скульптором, который был загнан в подвал в тогда, в 20-е годы, потому что его никто не мог принять. Его вытащили из подвала после 1945 года и сейчас поставили. И, в общем-то, у него есть какая-то своя практика коммеморации, уже он воспринимается не как памятник Первой мировой, он воспринимается как памятник всем воинам, в которых страдают в первую очередь те, кто теряют своих близких. И вот тоже я соглашусь с тем, что нет памятника со своим лицом, но еще и в первую очередь нет памятника всем, хоть кому-нибудь, кроме солдата. Есть мать, но опять же, это мать-героиня, как правило, которая тоже немножко другой, мне кажется, оттенок несет. Что, в общем-то, я так понимаю, что и в Нарвии, то есть в Эстонии тоже нет вот этого детского или семейного дисхода. Например, города Петербурга и Ленинграда, где такие памятники есть. Да, именно потому, что гражданское население было основным контингентом пострадавшего во время войны. И поэтому меня заинтересовал памятник в Брянске, который я вам сегодня показывала, героям границ, женщинам и детям, мужеством своим, бессмертие шагнувшим. Вресте. Вресте. Я в Брянске скажу, это Вресте, прошу прощения. Да, и вот появляются такие памятники в настоящее время, которые не только солдату, а в общем всем. Пожалуйста. Если не сложно, представляйтесь только. Я хотела задать два вопроса. Первый вопрос Лене и Дмитрию. Мы про локальную идентичность, если вспомнить, то есть Брянск это вот самопрезентация различных учреждений, которые явным делом мобилизовали сверху, и в общем кто-то с удовольствием, кто-то может с подпалки, мы пошли. А вот в Сочи тоже были медики, школьники и так далее. Вот я взяла казаков, а вообще что там с этой локальной идентичностью, вот этой памятью там, черкесской, ну вот вообще вот этого всего этнического компота, который там существовал, на той территории. А вот этого тоже исключено, но тоже его нету. И второй вопрос, то есть мы говорим про памятники сейчас официозные, публично, но очень много есть, наверное, памятников при учреждениях, ведомственных. Обычно это кто-то погиб, да, или что-то здесь существовало, но может быть там есть тоже какие-то интересные процессы, комборации, потому что особенно, ну это получается во дворе больницы, да, вот этот памятник про поликлиники, да. я не знаю, почему он там, Катя, потому что я не могу отправить свет на эту историю, то есть вообще попадают в ходе зрения вот эти вот места памяти, которые в организации существуют, потому что это же тоже и советская практика, и не только советская, да, и кто там поминается, все ли жертвы, или только герои, кто участвовал, как воины. Здесь, не знаю, наш опыт наблюдения, он показал, что этничность, ну, не встретишься совершенно, да, вот, это у всех установка такая вот на сдержанность, на толерантность, какое-то вот общение, это толпа, которая идет, или стоит, или чего-нибудь ждет, или разносит цветы, и любой, ну, условно говоря, ряженый, он сразу же виден, да, там парочка казачков, вот, парочка реконструкторов, парочка стрельболистов, да, вот, люди, которые в каких-то, ну, в униформе, они сразу же заметны, и они просто вот тоже играют свою роль, некоторые, некоторые, допустим, играют роль, когда стоят около комнаты памятника, военные они тоже сразу же видны, точнее, незаметны, потому что они при исполнении, вот, но вопроса этничности, он там как бы нет, это вот вся, все размытые, все вот, как бы, если переговариваются, то переговариваются, да, у меня кажется, тоже не было там, это вот просто удивительный, там, вот, модус мобилизации, как бы, с одной стороны, вроде бы, немножко административный, а с другой стороны, все приходят и разделяют эти вот правила игры, мы должны совершить церемонию, да, причем правила практически не прописаны, ну, это ритуальное поведение, это все понимают, что нужно делать, как бы, вы же не в первый раз, вот, а то, что мы увидели, действительно, вот этот вот парад, да, смотр, и брянский случай, когда ничего не происходит 1 мая, но это перенеслось на 9-е, вот это, действительно, было уникально, и поляризация, конечно, была очень сильная в Брянске, да, в Сочи, но люди в белых халатах и, пожалуй, все, да, как считаете, да, другие городки, вот, то, что мы смотрели, малые, там, Высоцк, ну, и очень много, собственно говоря, в нашей ближайшей Карелии, ну, там вообще нет вот этой вот дифференциации, да, но, опять же, это очень похоже на то, что происходит на день города, как ни странно, это смотр сил, первых детских сил, вот, и борцы, и танцоры, и песни, и вот это вот немножко, честно говоря, непонятно, почему так происходит, да. Касаемо, увековечивание памяти, как бы других, да не только воинов в камне, я вот проведомственные, я не могу сказать, я уверена, что такие памятники есть, мне пока просто не приходит в голову ничего, но я знаю, что в парке Победы на Поклонной горе в Москве, да, вот там, я просто читала статью в сборнике, собственно, под редакцией Миши Габовича, я сама не была в этом парке никогда, но из статьи понятно, что там, вот там, можно встретить памятники совершенно разным погибшим, да, в том числе и, по-моему, собакам, и лошадям, в общем, знаешь, что-то такое, если я правильно помню статью, это Наталья Конрадова и Анна, по-моему, Калядова, ну, она легко находится в интернете, вот, в общем, вот это крайне интересное место, да, судя по описанию, которое нужно посетить, и там, в общем, мы найдем разных, разных жертв и героев. эти памятники, устанавливаются тоже, как бы, по приказу сверху, или это какие-то низовые инициативы? я не знаю. Это такая каталогизация, вот, и лошади, и собаки, и врачи, и учителя, или это какой-то, вот, позыв души, неизвестно? Да, это интересно. Ну, я думаю, что вот, если мы обратимся к статье коллег, то, возможно, это как-то прояснит ситуацию, да. Спасибо. Еще, пожалуйста. Вероника Махтина, Эстонское общество в Санкт-Петербурге. Вопросы к Елене Никифоровой, даже, скорее, вопрос, а мои маленькие комментарии, и хотел бы услышать, видели ли вы в ходе своего исследования эти вещи. Наверное, в Нарвии это не так было ярко выражено, как в Таллине, где совсем неоднородное общество, да. Какой, действительно, раскол вызвала Бронзовая ночь, и внутри даже трудовых коллективов, и даже семей порой, насколько это долго отзывалось, откликалось, и даже сказалось, в общем-то, на петербургских эстонцах, я бы сказала, потому что к нам было в свое время много вопросов, как вы оцениваете, и как вы можете прокомментировать события в Таллине. Второй момент, обратили ли вы внимание, каким своеобразным таким маркером стала Георгиевская ленточка для 9 мая в Таллине, вообще в Эстонии, то есть такой отличительный знак, и за кого ты, и чей, да, и когда 9 мая человек надевает георгиевскую ленточку или вешает себе на машину, это уже сразу становится таким идентификатором, да, и может быть, я не права, но мне показалось, что вот как раз эта война памятников вызвала и такую своеобразную волну реновации в приграничных территориях, в Ингисебии, в Ивангороде, были резко покрашены, обновлены все пушки, все оградки приведены в порядок. Возможно, я ошибаюсь, но мне так показалось, когда вот едешь вдоль трассы, по-моему, это случилось, действительно. Что касается последнего комментария, это очень может быть, ну и к тому же 70-летие Победы, да, тоже такой прекрасный повод к обновлению. Касаемо георгиевских ленточек, ну вообще георгиевская ленточка стала таким маркером принадлежности во всех расколотых по принципу памяти сообществах, но, пожалуй, на Украине, да, это как бы еще более зримо, да, еще более больно и болезненно и чревато неприятными последствиями, вспомним Колорадов, да, это слово, в общем, уничижительное, которое применяется в украинском контексте ко всем надевшим ленту. Что касается последствий бронзовой ночи, ну, я не изучала, я не брала интервью, скажем так, да, то есть мне трудно проследить резонанс этого события на семейном уровне, но, хотя я брала интервью у у НКО в НКО в Нарве после тех событий. И, да, в частности, с молодежными НКО, я тогда говорила, которые, собственно, стояли, не давали молодежи, да, начать громить, да, вот именно в ту ночь, достопамятную, 26-27, на 27 апреля, и, как бы, сглаживали накал страстей у молодежи, не давали им садиться в автобусы, то есть, как я поняла, молодежные организации, собственно, там есть молодежный центр в Нарве, они провели большую работу в тот момент по предотвращению конфликта, да, внутри Нарвы, и, собственно, не дали этим детям, молодым людям отправиться в Таллинн, чтобы участвовать в этих мероприятиях, вот, и я слышала тоже такую горечь со стороны тех деятелей этих организаций, да, которые говорили о том, что эта ночь показала нам, что программа интеграции, да, небезызвестная, она, ну, показала свою несостоятельность, да, вот во всех этих событиях, то есть здесь получилось, что события с памятью, да, они имели прямое отношение и интерпретировались, да, как, ну, как провал, действующей политики интеграции русскоязычных в эстонское общество, вот, и продемонстрировали зримо вот этот раскол, который существует в Эстонии, я не знаю, я давно не говорила, ну, то есть последние, там, два-три года я не бывала, я бывала в Нарвину, не говорила с людьми, с представителями организаций общественных, я не знаю, насколько это горечь жива, да, насколько, как бы люди уже пережили травматизм этой ситуации, идут дальше, чем они сейчас озабочены, но в, когда это было, наверное, в тринадцатом, в одиннадцатом году, да, я разговаривала, да, это было очень болезненно. Может быть, вы сами допомните, вот на ваш взгляд, это, есть еще травма, или она уже как-то уходит? готовимся к годовщине действует. она затягивает, но это происходит не так быстро. Я сама была в Таллине в Тубровскую ночь, правда, на окраине города, и это было смешанное чувство страха и недоумения, потому что вообще было непонятно, что это происходит, как вы сказали, в тихом, спокойном Таллине, что это вообще возможно. Спасибо. Вы тоже свидетель, да? Да, и Квилисоль, эстонское общество также. Вот у меня есть такой вопрос. Я все-таки, то есть, мои родственники, дяди, как раз попали под эту историю, что один воевал, мобилизация шла, и под какой власть, какую армию попали, это от них не зависело. И вот, когда вы изучали, собирали интервью, разговаривали с людьми, вообще, есть ли надежда, что когда-нибудь этих всех солдат несчастных, которые погибли, будут ли вообще их смотреть как жертв войны? Потому что, я помню, с детства, я училась в Пярну, мы играли игры, наши фашисты, были жесткие совершенно. Но всегда хотелось, чтобы, так сказать, война, это страшно, и все мы жертвы, которые погибли, мирные жители, солдаты. Вот есть ли вообще понимание людей в интервью, слышится ли вот такое направление даже здесь в России, что как немецких солдат, они же не все фашисты, так и русские, чтобы их стали воспринимать как, так сказать, солдат, жертв, и вот как в Финляндии, в Карелии, вот чтобы было вот такое соединение, память погибшим, а не памятники мы ценили, а имени погибших людей. Вот было такое. Ну, вообще, произнося это слово жертва, задавая этот вопрос, вы вскрываете огромный, огромный дебат, который сейчас идет. Да-да, это очень важный вопрос. И вы тем самым фиксируете, я бы сказала, тенденцию, которая происходит и произошла в постсоциалистических обществах, но в общем вне России. То есть, если раньше, и вообще, исследователи памяти говорят о том, что если раньше была очень востребована фигура героя, то теперь общественная дискуссия, что ли, получила больше распространения фигуры жертвы, и, соответственно, общественный дебат, он меняется в эту сторону, в сторону поминовения для тех, кто погиб, включая солдат. То есть, вообще, идея жертвы, она в современном контексте более легитимна, чем идея героя, освободителя, ну и так далее. То есть, вот это такой общий тренд европейской памяти в целом. Что касается России, да, у нас, конечно, востребована фигура героя, да, остается вот эта фигура героя, и как бы жертвы политических репрессий, да, понятно, что есть как бы голоса и есть группы, есть признанные жертвы, да, уже даже в рамках вот этого дебата, героического дебата. Вот. Но я бы сказала, что у нас плюрализм, да, и вот такой бы, ну как бы российский дебат, он встает от европейского в этом смысле. Вот. Именно потому, что очень востребована патриотической волной фигура героя. Мне кажется, здесь можно говорить о немножко таких более тонких вещах, да, потому что фигура героя востребована, да, безусловно, но, например, еще в конце 90-х годов к вопросу тоже о формах, кроме памятника, да, появился спектакль в Театре юного зрителя, здесь совсем неподалеку, он назывался Рождество 1943 года. Не знаю, видел кто-нибудь этот спектакль или нет, это Театр юного зрителя, то есть он ориентирован на молодежь. И это был спектакль, основанный на письмах немцев, немецких солдат из-под Сталинграда. Весь спектакль, на сцене находились пять актеров, которые читали письма немецких солдат. И это был такой очень пронзительный спектакль, он завоевал много разных премий, потому что там вообще не было речи, ну как бы со стороны привычной, вот советской победительной, да, там речь шла только о тех солдатах, которые вот встречают Рождество под Сталинградом, и они чётко знают, что они вот сейчас станут жертвами, да, то есть вот они сейчас погибнут, они уже предчувствуют это поражение. Этот спектакль сошёл со сцены, причём он не по политическим событиям сошёл, там разъехались актёры, разная была история, но он не возобновляется, потому что вот сейчас, в данный момент, да, говорить вот таким образом, наверное, бы уже не получилось, да, что-то такое изменилось и в актёрской среде, и в профессиональной среде, и в зрительской среде, что нужны какие-то иные уже способы и средств, но то, что такой опыт есть, и это просто один из примеров, опубликованы много источников, да, и памятник, который вы приводите, в Новгородской области стоят, совместное кладбище, где стоят и немецкие кресты, и руссоветские кресты, да, они есть. Другое дело, что не очень понятно, как работать с этим в публичном дискурсе, да, вот в публичном пространстве, когда, ну, хорошо, вы это пропустили через себя, а кто-то пропустил через себя, через свою семейную историю, достаточно вспомнить Светлану Алексеевич, которая описывает то, что пережили белорусы, да, и как они могут примиряться с теми, кто когда-то их убивал, почему я говорю, что возможно ли вот это примирение между солдатами, ну, вот это такое очень, мне кажется, еще не на уровне Петра и Карла, которые держатся за один меч, да, это еще слишком маленькая историческая дистанция, еще очень много людей живых. Наши поколения. Да, да, наверное, это уже поколение внуков. Можно еще, да, ремарка, я, на самом деле, возлагаю большие надежные, именно на пространство с пограничной памятью, на ту же Эстонию или ту же Нарву, где мы видим, идут эти процессы, да, то есть, возможно, именно эти места смогут стать лабораторией, да, которая произведет нам новую какую-то память и будет транслировать вот эти, ну, универсальные, что ли, ценности вовне, понимаете, потому что эти общества, та же Эстония, или та же Латвия, но они вынуждены иметь дело с этой памятью разделенной каждый день, да, каждый божий день, русскоязычные жители, ну, и эстоноязычные, да, они, как бы, их бытие информировано этим разрывом, да, и понятно, что они, как бы, в этом плане, мне кажется, гораздо более эмансипированными, что ли, да, и готовыми принять, да, при наличии благоприятного, конечно же, контекста, да, потому что мы видим, как государства манипулируют этим и включают, да, ту или иную, тот или иную, этот нарратив, зависимости от конъюнктуры, вот. Да, пожалуйста. В Иеронии есть очень чёткая тенденция вот этого обращения к солдатам, с одной стороны, как, тоже как к жертвам, потому что они были вынуждены подчиняться Африканам, особенно, когда мы говорим, во-первых, о молодых, которые уже под конец войны отправились на фронт, но ещё, я знаю очень много интереса с немецкой стороны к тому, что, и к тому, как в России помнят, и к тому, что происходило в России, либо появляются какие-то литературные произведения, которые это пытаются осмыслять, тоже вот на уровне, то есть не литературные произведения, перерабатывающие официозную память, а литературные произведения, базирующиеся на каких-то тех же письмах или каких-то источниках, не знаю, очень человеческого уровня. И параллельно вот с выставкой «Разные войны» открывалась выставка, по-моему, называлась «Голоса войны» в музее политической истории, немецкими художниками созданная, где в перемешку вы входите в комнату, и через наушники вы слышите, читаются письма, с советской стороны, с немецкой стороны, причём, опять же, разных уровней, это как люди, которые были в ТУ, так и люди, которые были на фронте. Вот, наверное, и это, опять же, немецкие молодые художники, которые нашли финансовую поддержку, они её возили в Москву, в Петербург, и, по-моему, хотели ещё отвезти в Новосибирск, даже не смогли по финансовой причине. Ну, то есть, такие опыты есть, они присутствуют, да, они, может быть, не очень массовые, и не очень, ну, это такая не массовая, действительно, история, да, но они, безусловно, присутствуют. Ещё какие-то вопросы? Пожалуйста. По поводу примирения солдат, почему-то вспомнилось многочисленные случаи братаний во времена Первой мировой войны, когда не требовалось вообще никакой исторической дистанции, солдаты прямо по ходу боевых действий, и это были очень массовые явления, вплоть до нелегальных перемирий и просто прекращения огня вопреки приказам начальства, и такой практики вообще не было во время Второй мировой войны, насколько я знаю, ни на одном из фронтов. А почему, как вы говорите? Чем вы можете это объяснить? Ну, у меня есть какие-то предположения, но я бы скорее попытался это в форме вопроса формулировать. Можно взять на заметку это вашу фразу. Просто это здесь социологи, да, вряд ли историки вы воин. И такой, ну, просто если я правильно понял, существует как бы три позиции. Две из них противоположные это те, которые считают, существовали две стороны войны, одна из них зло, а мы добро, они противоположны, соответственно, просто разные стороны называются злом и добром. И есть третья позиция, которая говорит, что зло это война, жертвы это все, кто в ней участвовал, вот, и так далее. не кажется ли вам, что все три позиции ну, по большому счету как бы ошибаются, потому что потому что они все как-то действуют в ну, в рамках одного какого-то морального дискурса есть вот как бы зло есть добро либо какое-то зло это сама война. При этом ну, что происходит там в субботу в городе Беркли в США неонацисты, настоящие неонацисты, просто как бы штурмовики Гитлера идейно абсолютно с ними совпадают, может быть даже более продвинуты по сравнению с неонацистом Гитлером. Они устроили там марш за белое превосходство в городе Беркли в США. Столкновение и они победили. Они там прошли по городу, полиция не вмешивалась. При этом такие же в точности люди с таким же набором идей ходят 9 мая в Петербурге на демонстрации. Вполне официально. Они называются просто патриотами, но они ходят. И эти же процессы всем хорошо известны, происходят сейчас везде в Европе. Не кажется ли вам, что такого рода попытки под предлогом деидеологизации, что я в принципе за, просто я вот не знаю, я колеблюсь, может быть не время как-то. Ну, понимаете, понимаете о чем я? Потому что нужно все-таки определить, что есть добро, что есть зло. Да? Потому что если мы будем как бы размывать эту границу, есть такая прекрасная... Вот, последняя. Да. Просто в чем, я сразу пока обсуждал вопрос жертвы, я сразу вспомнил, что в последнее время вообще нет ни одной бомбежки, которая не оправдывалась бы защитой каких-то жертв. То есть все последние бомбежки в последнее время это гуманитарные бомбежки. Но потом я сразу вспомнил, что и аннексия Австрии и нацистской Германии была проведена под предлогом защиты немцев. И что российская операция в Украине под предлогом защиты российского населения. То есть вот это как бы позиция жертв в принципе вообще ничего не дает. То есть это симпатично вроде как в первом приближении быть на стороне гуманизма вообще. Но похоже, что это просто не сработает. Надо как-то вроде называть своими именами просто здесь есть опасность. формулу, которую когда-то Борис Сокумин сказал в связи с украинскими событиями «Любуюсь оттенками серого, не разучись отличать черное от белого». То есть насколько вот эти градации там возможны, допустимы. Но на самом деле все, что мы вот видим здесь на стенах называется не случайно «Разные войны», потому что оно именно про это. Оккупация или освобождение. «Пакт Моутова-Риббентропа», вот там цитаты из разных учебников точно так же. Что под каким соусом, под какими идеями подается. И это, конечно, очень болезненная тема для всех. Я думаю, что даже в этой аудитории есть люди, придерживающие себе диаметрально противоположные взгляды на те или иные события. Я не знаю, мне нечего добавить, поскольку мне кажется, что это глубоко дискуссионный вопрос, то, как вы его формулируете. Может быть, кто-то хочет из аудитории отреагировать. Давайте, я отреагирую на развод, кафедра психологии. Тема жертвы очень интересна, потому что в психологии известен треугольник, жертва, спасатель и агрессор. И известно, что мы всегда бегаем по этому треугольнику, если не выходим вовне. И скорее, я бы сказала так, что проще говорить участник событий, участник войны, то и участник войны этой. О жертве говорить хорошо, потому что если жертва немец, жертва русские, то тогда мы можем рядом стоять, плакать и оплакивать их. А если один враг, то и если погиб близкий человек или погиб важный человек, очень трудно оплакивать. Есть такая практика. Христианскому это не всегда удается. Поэтому жертва помогает, тема жертвы помогает такому единению в оплакивании. что касается добра и зла, встал в вопрос. Но, к сожалению, так получается, что нет единого добра и нет единого зла. И так или иначе, люди опираются на свою семью, на свою историю, на добро, касающееся своих близких, или своей национальности, или своей земли, или своих могил. И хорошо, когда удается услышать, что есть у другого тоже своя правда. Тогда хорошо получается. Если, как вы сейчас сказали, выходит неонацист, они не слышат другой правды. И тогда они оказываются только на своей правде, со своим добром, со своим злом. И они автоматически противоставляются людям с другой правдой. К сожалению, это та самая граница. вот война памятников это граница, когда возникает война. И я бы добавила еще одну вещь про войну памятников. Мне кажется, война памятников, она ну как бы убирает некоторые жертвы. Когда воюют на первом этапе на уровне символов сохраняются люди. На втором этапе люди гибнут сильнее. И война памятников это символическая ну смерть ну противника. и это правда удивительно с Эстонией для меня удивительно, потому что при всех тяжелых событиях, которые были ну вот связаны с Эстонией, исторических событиях, ну у меня никогда не было ощущения вот такой ну может быть силы, брутальности, как есть на Кавказе, просто потому что другая психология меня уделила эта ситуация. Ну наверное ясно. Спасибо. Спасибо большое. Да. Можно я да вот к вашему. Просто мне кажется, что ваши примеры да и вообще подыминания не нацизма и жертв и героев мне кажется это разные какие-то дискуссионные поля да потому что нацизм плохо да то есть это по-моему очевидный факт да и там не знаю расовое преследование людей по какому-то не было принципу расовому да или этническому то есть есть какие-то универсальные вещи да которые собственно и являются позитивными итогами Второй мировой войны вот и тут дискуссия о жертвах и героях мне кажется она в другой плоскости несколько находится вот здесь да смотрите вот вы говорили в своем выступлении о том что в постсоциалистических странах происходит разделение вот этого повествования о войне и коммунистическая скажем часть убирается остается только человеческая да а в нашей стране видимо такого еще не происходит да и для нас по-прежнему победа в войне это часто очень для многих людей это победа коммунизма насколько разделить эти вещи возможно наверное здесь есть историки и есть даже целая такая большая историческая тема о том как образование воспитание 1930-х годов готовило то поколение которое в 45-м соответственно победило да то есть здесь очень сложно понять насколько победители в войне были зависимы от своих гуманистических поскольку они шли воевать за свободу всех стран а насколько они шли воевать за коммунистические идеалы наверное на уровне конкретных людей конкретных человеческих историй это возможно а в данном случае не очень понятно в советском случае как разделить кто за что и против чего где заканчивается нацизм начинается жертва как фашистский солдат воевавший уничтожавший перестает быть врагом а становится такой же жертвой как и тот кого он уничтожал если мы говорим не о людях конкретно а об идеологиях теперь то есть понятно что идеология нацизма она плохая то есть вот тут вот с этим я думаю мы все согласимся вот и вот это это является что и точкой отчета некой и о дискуссии о жертвах и героях она уже как бы она уже другая она по-другому об этом я хочу сказать вряд ли разделяется естественно естественно но я как бы просто хотела развести вот эти два предметных поля да потому что мне кажется что они именно они где-то стыкуются да но они не не перекрываются стопроцентно спасибо да вы хотели добавить пожалуйста я хотела сказать что мы говорили здесь уникальный ленинградский опыт про то как в Петербурге создается культура памяти мне кажется что наш ленинградский и петербургский опыт иногда очень сильно подчеркивает реже на мой взгляд встречающиеся в других местах представление о человеке который остается человеком нечеловеческих условий и вот этого мне кажется это мог бы быть ответом на тот вызов который вы пытаетесь сформулировать потому что да что такое универсальный гуманитарный центр это очень сложно сформулировать но когда мы пытаемся думать о том что есть люди которые вопреки внешним условиям каким-то образом себя ведут так что мы потом вешаем на это ярлык вот он был настоящим человеком и сохранил себе человеческое в термине Ханна Арнт если хотите то наверное это то что мы могли бы пытаться через практики памяти рассказывать другим что у нас разная модель достойного человека с нацистами которые ходят по бегке она разная то есть для них достойно одно для нас достойно другое и вот здесь наверное возможно я не уверена что я по-прежнему не верю что здесь возможен какой-то осознанный диалог но может быть это по крайней мере очень это гораздо более может быть конкретно чем некоторые другие платформы на которых пытаются этот диалог устраивать и наверное это очень значимая вещь если мы пытаемся воспринимать наших патриотов как какую-то альтер-эго тех же самых неонацистов то это как раз то что могло бы лечь в основу какого-то адекватного воспитания и опять же продолжения как передавать эту память о войне тем поколениям у которых даже деды и бабушки не воевали это история про то что человек должен оставаться человеком в нечеловеческих условиях вот были люди которым это иногда получило давайте мы про их расскажем или дети у которых это получалось потому что иногда когда работаешь со школьниками или детями там есть своя дневная история насколько я знаю про то как рассказывать через какие истории рассказывать про вторую работу спасибо я хотел бы овернуться про язык жертвы и преступники и мы в рамках семинаров которые здесь проходили мы тоже про это размышляли есть определенная методика как раз как про это выходить с одним способом которое здесь тоже представлено графический роман пояс вот и вот мы пытались то есть был в общем было неприятие от группы что люди как раз не хотели проваливаться в эту дискуссию о жертвах да они хотели навешивать словно говоря ярлык вот про жертвы про евреев или про людей обычных которые были на оккупированной территории например Советского Союза и мы попытались найти какой-то новый язык как это можно описать например такое слово как наследие и что мы наследники наследники всего что было но вопрос в том что помимо вот этого общественного уровня как мы говорим и рассказываем о прошлом у памяти же есть определенное тоже ну вот материальное воплощение сегодня мы говорили о памятниках но есть же например и например финансовая страна делает например про евреев что до сих пор Германия государство Германия выплачивает определенные средства уже даже не участникам этих событий да но родственник который вообще к этому событию ну вот как бы то есть они опосредованно связаны с этим вот и вопрос да то есть если мы называем это как просто наследие и снимаем вот эти все роли то как будет организована вот эта вот финансовая страна да то есть тех групп которые да они идеологически созданы это идеологические конструкты но все коллективные идентичности это определенные идеологические конструкты да но если мы их не сконструируем они как бы и ну не произойдет в обществе их признание да то есть не произойдет их признание их прав их репрезентации вот но и соответственно подтверждение их статуса но вопрос на самом деле здесь то есть здесь такой парадокс с одной стороны то есть мы должны бороться там за признание этих групп с другой стороны на уровне педагогики да и там на уровне исторических исследований культурной памяти показывать как бы ну сконструированность этих групп да показывать локальные контексты их как бы разных ролей когда одна то есть когда мы уже не про группы начинаем говорить а про конкретную личность да вот как здесь выступал человек и говорил про родственников которых мобилизовывали в разные армии да вот он вот он контекст вот он вот вот это пространство где возможен этот диалог да и этот диалог происходит не между как бы солдатами а уже как бы в обществе уже вот в обществе которое на самом деле уже вот я тут с Анной не соглашусь которое уже довольно далеко от этих событий более того настолько далеко что в принципе вот эта вся тема она такая уже экзотика да то есть это и мы много раз говорили про блокаду что для старшеклассников это вообще непонятно да и это вообще настолько как бы экзотичный опыт который вот надо думать вот о технологиях вот этой вот передачи такой вот о мягкой включающей инклюзивной технологии которая ориентируется вот на группу с которой мы работаем вот и тогда вот этот вот очень грубый язык о ролях вот о преступниках жертвах да там условно говоря наблюдателях вот он очень грубый он очень ригитный да он преодолевается с помощью таких вот технологий вот вот над этим но мы просто не можем от него отказаться потому что за этим существуют ну условно говоря послед вот эти вот финансовые финансовые последствия да финансовые последствия не касаются очень довольно небольшой группы людей но все равно вам нужно ее обозначить как-то то есть в связи с чем все участвовали в этих событиях почему почему эти получают деньги а эти не получают деньги да это связано бюджетом что касается того насколько эта тема там болит или не болит то ну вот мы тоже говорили на разных семинарах да что когда мы говорим о второй мировой войне с детьми с подростками да ну на самом деле это довольно легко определимая граница это те кто родился в 2000 годах и позже да это люди которые вот сейчас им 17 лет и меньше для них да но это то же самое что там для начала 20 века был 1812 год это огромная временная дистанция но при этом мы тоже все хорошо понимаем что говорит кто об этом говорят люди взрослые да которые выросли в другой ситуации со своими канонами со своими представлениями со своим воспитанием и почти всегда советским воспитанием и со всеми его плюсами и минусами и мы да оказываемся вот в этой то есть для взрослых людей эта тема гораздо более болезненная и важная и оценочная и как бы там довольно четко почти всегда расставлены приоритеты и когда мы говорим об этом с детьми у которых этих приоритетов нет и знаний нет да и вообще нет всего контекста в котором мы находимся а есть вот только гранитные камни памятники с которыми надо что-то делать или вот социальные события вроде 9 мая вот здесь мы оказываемся в таком очень жестком диссонансе да и мы часто не можем найти этого языка и я как раз вот наверное уже завершая поскольку мы неожиданно все-таки почти 3 часа проговорили да хотел бы перевести разговор именно на детскую аудиторию и на аудиторию школьную вот в ваших рассказах прозвучал только в одном случае по-моему в Сочи да что участвовали школьники и что они там ходили и как-то себя предъявляли да при этом далеко не всегда знали что именно они несут и какие в других случаях этого не было ни в Брянске ни в Нарвии ни в Ивангороде ни в Таллине дети никак не участвуют в 9 мая фотография сколько дети ходят но я не знаю что они думают я знаю что в Нарве проходят уроки то есть в Нарве проходят мероприятия преддверия Дня Победы школах да то есть там ведется работа в Нарве есть консульство Российской Федерации плюс там есть огромное количество всяких организаций связанных с Россией вот то есть там ведется такая большая работа в этом смысле я не могу привести конкретные примеры но она совершенно точно есть в источниках школах в смысле в Таллиннских школах я уверена что это происходит но какую интересно какую память придавит о войне русскоязычные Таллиннские и Нарвские школы ну это вопрос исследования да совершенно верно это очень интересно но видите вот там при этом мы видим как мобилизуется скажем поисковые отряды да много довольно молодежи не школьников но тем не менее молодых людей ну или там вот ребята которых не видели в военной форме около памятника бронзового солдату да это тоже все молодые люди или тот же ночной дозор да в Таллине который если я правильно взглянула ваши эстонские примеры то это почти всегда частная история это всегда семья которая ведет или не ведет детей 9 мая на кладбище это не школа которая выходит и как-то в этом участвует да хороший вопрос школу я не видела то есть таких организованных выходов со школьниками в Эстонии я не видела да и вообще действительно это такой как бы семейный уровень да это пожалуй главный что ли уровень семейный или такой как бы групповой да это такая идентичность в общем микро это идентичность микро спасибо а про Райс мы да видели действительно классы организованные ну это касается уже я думаю начиная с 6 7 класса да до этого ну собственно говоря ты видишь просто детей семейные выходы именно семейные именно именно семейные спасибо да нет дополнить много было стиль конечно а можно я вас спрошу да вы же в детском саду работаете правильно можно я вас попрошу поделиться вот в Петербурге другой опыт ваши дети детсадовского возраста дошкольники они же участвуют как-то в 9 мая участвуют а расскажите пожалуйста вот как вы это делаете с какими задачами в детском саде в детском саде там много задач в детском саде самое главное ну у нас приглашаем ветеранов садик садик в детском саде делаем им концертную программу делаем мини музей делаем со всего сада кто что может дедушкины бабушкины прадедушкины родительские ну в общем то что может там у нас очень красиво то у меня здесь нету телефона я бы показала мне на телефоне очень красивые мини музеи именно 9 мая а что там музея там вплоть до и рации потом в общем там подлинные предметы куда да подлинные предметы очень много оружия оружие что там еще оружие да ну и старые такие они все равно не но все вот мы делаем стенгазеты обязательно поделать стенгазеты в группе посвященную 9 мая дети делают концерт ветеранам у ветеранов естественно у нас с угощением они чай пьют там ну вот а вы выходите куда-то к памятникам у вас какой район нет приморский район мы не выходим ну вот например в Уморском районе я довольно плотно с этим работала в прошлом году дети выходят в Сосновку те садики которые вокруг Сосновки находятся новый садик у нас его было 1 9 мая вот это будет второй год садик работает 2 9 мая не знаю в этом году может быть что-то но в том году как-то мы не выходили спасибо спасибо дети в форме бывают ведущие в военной форме но для вас это в рамках именно патриотического такого подхода не фоенизировано нет патриотическое воспитание нравственное патриотическое духовное а вот если попытаться сформулировать какую идею вы хотите детям передать о чем память память о войне чтобы они знали они же не знают это вообще уже поколение не все родители разговаривают на эту тему есть такие родители которым вечно некогда которые вечно работают и вот хотя бы на уровне детского сада что такое война у нас обязательно тематические лексические темы тематическая неделя посвященная войне какие слова там будете у нас смотря какой возраст разные слова у нас обычно начинается ознакомление с окружающим мы вводим в тему развитие речи мы там можем разговаривать мы обязательно читаем какой-то стих можем выучить мы рисуем аппликацию делаем все по этой теме неделя у нас идет спасибо ну и вот такой пример который есть еще я могу сказать из прошлого опыта когда работала мы не мы не выезжали но более такой старый садик мы приглашали тоже ветеранов мы приглашали с воинской части у нас был ребенок который принимал парад каждая группа была там но я не помню как там полкови что-то вот он проходил принимал парад приезжала машина с военными сажали катали по детскому садику по территории детского сада а потом военная машина да прям военные натуральные и была даже полевая кухня разбивали костер делали им там как кулеш или что-то на костре угощали ветерана все остается прогулкой на машине концерт тоже лодкой военной песни и гречневой каши вот это память о войне пшеная каша была с тушенкой причем очень вкусно ели не так как в обед интересно если после этого спросите для детей что такое война что они ответят я с Луганской 3 года жил здесь то есть вы луганский опыт теперь переносите в Петербург ну спасибо вам большое спасибо а что вы хотите добавить? нет? просто не показалось что вы хотели нет? просто по работе приходится очень часто общаться со многими людьми в том числе вот вот как-то я общался со школьниками уже 15-16 лет и все как здорово как здорово ну и когда я устал ее говорить что война-то очень сложная вещь и не так все однозначно было и зачем это нужно ну короче говоря вот патриотизм и когда зачем вы мне это рассказываете вот я привел несколько примеров не совсем хороших примеров которые были моментов которые были в войну зачем вы мне это рассказываете нам надо знать только какие вот мы как мы там как мы хорошо как мы все я не знал даже что ему сказать это парень 17 лет я сказал ну вот такой вот пожилой предрассудок мне кажется что нужно быть честно а вы в школе работаете в школе в школе я в свое время работал сейчас я свободный художник в последнем адресе подрабатываю спасибо большое может быть есть еще какие-то практики работая со школами с детскими садами сохранение памяти кто-то хочет поделиться 9 мая так чтобы не было мучительного года ну вот я могу тоже поделиться тем что в прошлом году я наблюдала в Сосновке причем это был такой очень интересный для меня опыт поскольку кафедра я забыла почему-то представиться вначале тем кто меня не знает меня зовут Анна Рапопорт я работаю в этом учреждении на кафедре культурологического образования и мы в последние два года ведем проект музеем обороны и блокады Ленинграда мы говорим о блокаде мы как раз пытаемся нащупать те формы и смыслы которые помогут детям современным живущим в Петербурге говорить о второй мировой войне в частности говорить о блокаде мы все время сталкиваемся на самом деле есть примеры решения проблемы как нам только что продемонстрировали но как говорить с детьми младшего возраста о блокаде понять почти невозможно потому что очень хотят детские сады и воспитатели как-то участвовать в социальной жизни Петербурга и 9 мая каким-то образом привлекать своих детей и понятно что от этого запроса нельзя просто так отмахнуться как может быть и хотелось бы ну давайте не будем вообще с детсадовцами говорить о войне и о блокаде что мы можем сказать это невозможно по самым разным причинам и вот в прошлом году мы делали тоже там много всяких разных наблюдений помогали детским садам и школам естественно мне почему детские сады особенно впечатлили придумывали разные разработки занятий связанные с книгами в частности есть например книга Несонаход за дорогой жизни и мы придумывали несколько сценариев занятий по этой книге которые можно проводить в детском саду и вот один из несколько детских садов находящихся возле Сосновки они выводят свои группы но это в основном дети подготовительной группы это 6-7 лет в Сосновку и если вот мы пришли туда вечером 9 мая как раз кто-то представляет себе Сосновку да наверное там стоит монумент летчикам когда-то меня самоще возле этого монумента мы принимали там в пионеры поэтому он такой наполненный смыслами и вот весь этот монумент заполнен такими самолетиками бумажными самолетиками сделанными детьми детсадовского возраста которые на палочках воткнуты в землю перед монументом и на когда открываешься мы сначала даже не поняли что это такое а когда мы открыли мы увидели там письма детей современных детсадовского возраста но поскольку они были написаны достаточно хорошо наверное это были еще там какие-то помощники у детей воспитателей или родителей это были письма как бы современных детей вот в прошлое да то есть вот тем кому этот памятник поставлен там еще рядом с памятником есть кладбище мемориальное летчикам и это были вот такие очень трогательные послания о том что спасибо за то что наш город сохранился спасибо за то спасибо за все мы вас помним мы вами гордимся и так далее и это было с одной стороны вроде такой очень как бы человеческий подход да с другой стороны ну вот меня что-то в этом коробит да не могу сказать и четко сформулировать что именно но чувствуется в этом какая-то натужность чувствуется в этом такая неестественность потому что будучи сама мама и ребенка этого возраста я понимаю что ну неорганично да неорганично для шестилетнего ребенка писать письмо прошлое вот совершенно чужому человеку а тут возникает вот эта очень сложная проблема педагогического диктата да вот в какой момент что мы можем разрешить самим себе позволить да о чем мы можем разговаривать с детьми в какой плоскости в каком настроении насколько это должно быть публичное место потому что очень разные дети очень разные воспитатели очень ну даже здесь мы сидим с очень разным человеческим опытом да и одно дело когда мы работаем со своим собственным ребенком семьей и можем ему передавать свою семейную историю совсем другое дело когда мы выходим перед классом где очень много разных людей и вот это конечно проблема не имеющаяся сейчас готового решения готового ответа мне так кажется может быть какие то еще пожалуйста я просто тоже качество примера совсем свежий как говорят детям о войне один из ну наверное может быть самый ужасный пример который я встречала за последнее время это я возила своего ребенка на экскурсию в Москву и была обзорная экскурсия экскурсия для детей 70 лет и естественно нас возили на поклонную гору сначала при этом работала фирма которая обновляет себя фирма которая ориентирована на детские группы и в чем я понимаю специфика потому что судя по нарративам экскурсовода вообще не фильтрует что для взрослых что для детей просто там включена так называемая интерактивная часть интерактивная часть дети устают от сплошного нарратива нужно их развлечь и так далее и вот на поклонной горе после какой-то информации о том когда был построен этот памятник и вообще ради чего вообще все вот это вот вот это великолепие вот этого богатства представлена вышла девушка в военной форме ее фраза первая была дети узнаваете ли вы меня кто я все дети сказали да вы советский солдат четко определив это вот следующая фраза была дети вы любите деньги спросила она дети потом сказали да и следующий момент она переключила совершенно она сказала а теперь давайте поиграем я фашистский солдат а вы советский отнимайте у меня деньги все превратилось в очень веселую игру потому что они бегали за нее отнимали мешочек в общем там была какая-то действительно был какой-то оживляж потому что они устали слушать эти сущные нарративы это пример перфоманса вокруг войны вокруг войны вокруг вот этого на мой взгляд очень экстремальный я долго не выдержала слышать это потому что мне было и ужасно и не с кем разделить мое возмущение и смех от всего происходящего я отползла потому что я не могла в этом серьезно участвовать но что происходило ну и вот для меня это очень показательно вот этот вот это вот перфоманс интерактив который сейчас пытается преподнести нашим детям принимает такие вот такие формы да им не доверяют им не доверяют чистых нарративов им нужна им нужна картинка но картинка превращается это история о том как непонятно что собственно транслируется какая память какое содержание вот вот у меня есть опыт организации дня памяти для подростков наверное 13-15 лет это творческий лагерь в них нелетний то есть в принципе понятно что там не все посвящено ни в коем случае просто есть в середине которые были связаны с холокостом и один из дней например начальник киноклуб специально выбираются фильмы в которых есть подростки как герои соответственно есть с одной стороны я сейчас уже не очень вспомню как мы выходили это середина этих трех дней но это в какой-то степени кульминация но по сути все равно получалось что мы смотрели кино после которого мы его достаточно долго обсуждали где был заранее прописан я бы не сказала сценарий но был заранее прописан вопроснику ведущего что мы хотели бы поговорить чтобы как-то обсудить сразу после и в то же время там было достаточно места чтобы были живые реакции сразу без педагогического диктата что сначала пытаемся снять живую реакцию а потом как-то структурируем этот разговор и собственно вот это было наверное из позволяющего соединить вот этот чистый нарратив и интерактив потому что с одной стороны уже есть с кем себя хоть как-то идентифицировать потому что это не взрослый который пришел что-то рассказывать и есть пространство где важны именно голоса самих зрителей где опять же не приходит человек и что-то рассказывает а важно основное внимание уделяется тому что они услышали что они поняли что они прочувствовали но вот в течении этих турнирах там были тоже встречи с ветеранами и это более более интенсивная форма но вот наверное киноклуб это такая вещь которая я опять же все остальное я помню таким списком а вот киноклуб я помню не очень хорошо спасибо еще какие-то комментарии мысли возражения дополнения ну что ж дорогие коллеги мы тогда наверное на этом завершаем сегодняшний наш семинар большое спасибо Елене и Дмитрию большое спасибо всем за активную дискуссию хочу сказать что выставка наша работает последнюю неделю и вы можете прийти сюда на обзорную экскурсию в пятницу в 4.30 проводят экскурсию Борис Романов да а в пятницу в 4.30 и в четверг у нас такой день финальных мероприятий в 4 часа в четверг будет семинар не помню я его название но мы будем осмыслять опыт работы выставки в Петербурге будем говорить приедут два создателя выставки Елена скажите пожалуйста имя литовского автора Кристина Смолянина Вайте приедет из Литвы она автор литовской части а также приедет Никита Ломакин из московского мемориала он автор российской части выставки они расскажут не только о том как они ее создавали но и о том как они ее демонстрировали какой был опыт в Москве в Екатеринбурге в Перми а также в Брюсселе в Вильнюсе и так далее особенно вильнюсский опыт интересен там был огромный скандал ее пытались запретить да и об этом все нам расскажут ну и мы будем очень рады видеть тех кто приходит к нам не первый раз на семинары обращаюсь к постоянным нашим посетителям потому что конечно очень хотелось бы услышать ваше мнение ваши отзывы да о том что здесь происходит и какой то может быть особенно петербургский опыт да если он у нас появился за два месяца этой работы может быть можно было бы дальше транслировать когда эта выставка уедет видимо в Архангельск так что мы ждем вас в четверг в 4 и в пятницу в 4.30 на экскурсию спасибо за участие спасибо спасибо